Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас по календарику, вернее, по одному из современных календарей 3 марта 2016 года, четверг, по одному из старинных, второй день месяца пробуждения природы, осмитца, 7524 лета. Первородный грех, что это такое? Такова тема сегодняшнего нашего эфира, живого. Если вы видите, что у вас третье число, 3 марта 2016 год, да еще приблизительно по Москве 8 часов, то в этом случае вы можете попасть на наш эфир живой, можете позадавать вопросы, а вопросы мы принимаем из нашего чата. А в наш чат вы можете попасть, когда окажетесь на сайте slavomir.org, то есть в любом поисковике наберете Народное Славянское Радио, и там найдете слово «чат». И дальше регистрируйтесь один раз, и после этого вы можете задавать вопросы, переписываться с друзьями и делать мир к лучшему. Ну, а раз у нас уже эфир начался и объявлена его тема, то надо и объявить того, кто будет у нас главный соведущий. Главный соведущий у нас соратник Анатолий Михайлович. Здравия тебе, Михайлович! Добрый вечер! Итак, уже до того, как эфир наш начался, я смотрел в чате, уже были такие настороженные, скажем так, реплики. Интересная тема, очень своеобразная тема, первородный грех. Ну что ж, давай тогда уж не тянуть быка за рога, чтобы интригу не развивать. Давайте переставляю тебе микрофон. Выступай перед народом, а я буду слушать, до вопроса задавать. Понятно. Ну что, начнем потихоньку. Дело в том, что, когда заходит разговор о первородном грехе, сразу у всех возникает мысль о библейском Адаме и Еве. О том, что они там как бы где-то соблазненные змеем сорвали какое-то яблоко познание, съели за это, и их там типа Господь наказал и тому подобное. Сейчас, секундочку, секундочку одну. Пожалуйста, Анатолий Михайлович, пожалуйста, вот где в чате ты находишь, сейчас я смотрю, выключи звук, там есть над окошком, где писать слова, есть такой значок «включить, выключить звук, динамик». Так, что где? Ну, чат наш, и в самом низу, где поле, где пишут слова. А, вот динамик. Да, выключи, выключи, пожалуйста, его, а то лезет. Все, итак, продолжай. Итак, значит, у нас анонс был размещен, люди увидели фотографии, увидели тему эфира и начались уже реплики эфира. Так что давай сначала свою заготовленную фразу. Тогда начну. Значит, ну, про Адама Еву я уже сказал, что я, в принципе, совсем по-другому смотрю на вещи, что такое именно первородный грех, и почему я не согласен обычно, так сказать, в дискуссиях с нашими славянами, которые говорят, о, это первородный грех, это касается, типа, людей библейской национальности, нас это вообще не касается. Ну, мол, типа того, что без греха, мы вот такие все хорошие, и тому подобное. Ну, на мою точку зрения, это вот это неправое, так сказать, заблуждение, из-за того, что нет той информации правдивой, которая присутствует как в ведах, так и в откровениях людях нового века про это дело. Поэтому вот я решил сегодня высказать свою точку зрения, что же такое первородный грех. Ну, чтобы перейти именно к этому вопросу, я буду излагаться, буду что-то зачитывать, то есть оно в первую часть у меня будет немножко похоже на лекцию, а уже дальше будем, так сказать, разговаривать, так сказать, в вольной теме. Чтобы перейти именно к вопросу, что же такое первородный грех, сначала нам надо понять, что такое божественное пространство или Вселенная, как она устроена и кем она управляется, и по какым законам она живет. Слишком подробно и объемно я говорить не буду, потому что информация специфическая, ее может быть очень новым, и многие могут не понять. Поэтому, так сказать, бегло про этом пробежимся. Часть информации я выдам именно с откровений людям нового века, а часть выдам именно из славяно-арийских вед, потому что они созвучны и перекликаются, потому что, на мой взгляд, и я в этом переуклонился, что именно откровение людям нового века – это продолжение и дополнение славяно-арийских вед. Той информации, которую наши предки получили раньше, а потом в силу разных причин было потеряно, вот именно в откровениях это все полностью развивается, и не только как бы дополняет славяно-арийские веды, но еще и преподносит новые информации, потому что вы знаете, что Вселенная не стоит на месте, она развивается, она все время шагает вперед. Михалыч, сначала тебе вопрос, прежде чем ты проступишь. Дело в том, что вот те слова, которые ты произносишь, они на территории Российской Федерации запрещены. То есть, например, славяно-арийские веды и там какие-то другие источники, я знаю, запрещены. Не боишься, что к тебе придут и скажут, почему ты здесь пропагандируешь запрещенную литературу? Я в этом мире боюсь только одно – это первородного греха. Все. Больше я здесь в этом мире, на этой земле никого не боюсь. Так что я буду говорить, все, что я говорю, это ничего не запрещено. Я же не цитирую книги непосредственно, не распространяю их. А то, что там некоторые где-то, как-то, что-то выхватывают слово и где-то бегают с ним, носятся, как говорится, импропертируя со своей точки зрения, это их проблемы. Хорошо, согласен. Давай, приступаем. Итак, Великий Космос – это есть огромное многоуровнее пространство с огромным, в свою очередь, количеством Вселенных. Их примерно 600 тысяч. Которые существуют по канонам Вечности и которыми, в соответствии с великой пирамидальной структурой про матрицы пространства, управляют представители Творца. Их можно называть отцами-основателями, которые признают первенство высшего уровня иерархии света, его главенство, при решении стратегических вопросов, ибо без единоначалия просто невозможно обеспечить строгость и порядок с Вечностью. Многие великие ученые, включая Эйнштейна, признали, что созданное пространство подчинено воле Великого Творца и несет не хаос, а великую гармонию причинно-следственных связей всех фракталов Вечности. В одном из посланий сказано «Я хочу лишь подчеркнуть, что мир или пространство своей гармонии только подтверждает творение Высшего Разума, а ваше проявление в пространстве совсем не случайно, а есть продуманное действие промысла Великого Океана Разума». Все, что нас окружает, включая самого человека, и есть великое энергетическое пространство, мироздание, поддающееся описанию законам высшей математики, состоящее из бесчисленного множества частей, является живым разумным организмом, объединяющим все и вся в единое и неделимое целое, под названием Высший Космический Разум. Или сфера разума, океан разума, кто как представляет это. Можно перечислить лишь основные качества пространства. Оно может быть многогранное, многоуровневое, энергоинформационное, имеющее матричную структуру, бесконечное в своих проявлениях, постоянно совершенствующееся, творящее пространство Высшего Разума. Пространству присущи такие характеристики, как универсальность, комплементарность, фрактальное самоподобие, резонансное строение полей или кластерное, целостность и единство встречных волновых потоков, целостность и единство. Живое, разумное, творящее и вечно развивающееся пространство в высшей степени совершенно и гармонично. Оно сбалансировано и подчинено единой цели постоянного развития в эволюции, называемое как покой вечного движения. Пространство, это общее энергетическое поле, подчиняется строгим канонам вечности. Основой понимания пространства может быть принятие философии фрактальной геометрии. Оно есть накладывающееся друг на друга миры, то есть принцип матрошки, отличающийся не только масштабностью, но и глубиной или уровнем совершенства. Все тонкие, высокочастотные и материальные низкочастотные миры, составляющие пространство, есть энергии различной плотности, что определяет полевой характер пространства. Его основу составляют нелинейные волновые процессы, перераспределение энергии и постоянное видоизменение ее формы проявления в зависимости от условий. Но суть пространства одна – это энергия, информация и разум. Пространство является ячеистой фрактальной конструкцией для перераспределения, выравнивания и аннигиляции энергий космоса. Фракталы – есть сгустки энергии определенного знака, которые при взаимодействии между собой достигают гармонии. Под фракталами нужно понимать части пространства, не имеющие видимых геометрических пропорций. Поэтому в сфере разума нет плоских и геометрически правильных конфигураций. Все, что составляет пространство, является энергетическими осцилляторами, генерируя и поглощая энергию. Все излучает и все принимает энергию, информацию. Поэтому в основе существования и эволюции пространства лежит энергоинформационный обмен. Энергообмен – это пересечение взаимодействия встречных волновых потоков разной плотности как основы существования пространства. То есть, если говорить простым языком, все пространство – это энергоинформационная энергия. Но в зависимости, они расположены, как говорится, в пространстве по плотности. Чем плотнее материя, то это материальный явный мир. То есть, мы, люди, тоже являемся энергией, только уплотненной энергией в плотном плане. Про это очень хорошо, ну, так сказать, более, так сказать, проще сказано в ведах. Богом-сварогом установлены вселенские законы восхождения души по золотому пути духовного и душевного совершенства, свободному проходу души по золотому пути духовного развития. Помогает мудрое знание этих миров. В нашей Вселенной золотой путь духовного восхождения, ведущий вверх, именуется свага, по которому расположены светлые гармоничные миры. Эти миры следуют один за другим. То есть, это мир людей, мир легов, мир орлегов, мир орланов, мир сияний, мир нирваны, мир начинаний, мир духовной силы, мир познания, мир гармонии, мир духовного света, мир духовного достояния, мир закона, мир созидания, мир истины и мир покровителей, то есть 9 миров. В конце этих сваги проходит рубеж, за которым начинается величайший мир прави. Или еще, как мы говорим, там живут боги. По плотности, это понятно, то есть, мир четырехмерен, это тело, душа, духи, совесть. Если брать мир легов, это уже 16 мерностей, орлегов 256, орланов 65, 536, мир сияний, 665, 536 в квадрате и так далее и тому подобное. То есть, если сравнить, в принципе, вот эти все миры, то это можно так грубо, ну скажем так, если брать, то это похоже на колонку, в которой перегоняют нефть. То есть, плотные слои нефти, мазута находятся внизу, а более высокие фракции, легкие, они поднимаются выше, выше, выше. То есть, как и наша душа, она по мере духовного своего возвышения, она поднимается в мир выше, 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 в конце концов, она достигает, доходит до мира прави, до мира богов непосредственно. Переход души из одного мира в другой мир возможен, однако необходимо приступить через порог, который связан с потерей тела данной мерности. Такой переход души в мире яви людьми именуется смертью. То есть, смерть – это смена мерности тела, в котором живет душа. В другом мире душа вселяется в тело разумного существа, того мира, в котором она направлена. В основании золотого пути находится мир людей, и подъем души человека в более высокий мир возможен только в результате духовного развития, в освоении знаний данного мира и других миров. Так проходило вечно. И всеми этими вселенными, как я уже говорил дальше, управляют отцы-основатели. Но в определенный момент произошло восстание против Единого Царлия. И часть отцов-основателей, возглавляемой лучшим из учеников Всевышнего, отцом Ульсифером, потребовали упразднения влияния Всевышнего и предоставления им самостоятельного развития или эволюции вне рамок структуры мироздания, где бы ни действовали каноны вечности. Они выдвинули теорию, что в трехуровневом пространстве, в плотном плане, то есть в мире людей, эволюция сознания невозможна для людей, и что только Богам дано право творить, а частицы, пусть даже спустившиеся в твердь сюда частицы самого Творца Абсолюта, никогда не смогут подняться до сотворчества Всевышнего, до осознания того, что все они есть Боги, спустившиеся однажды с небес. Все это было аргументировано так, что Всевышнему пришло согласиться на проведение на планете Земля Вселенской программы преображения пространства, целью которой было не препятствовать эволюции сознания людей до возможности их единодушного решения и передачи управления планетой из рук Люцифера в руки Отца Абсолюта, Первотворца, подтверждая тем самым единовластие Отца Абсолюта над всей Вселенной. Но вы знаете, что Боги, они никогда не воюют, а только обсуждают и решают, как раньше было на вечерах у Гипербореи, все проблемы божественного пространства. Поэтому этот конфликт или противостояние лучшего ученика Люцифера и его сторонника с Отцом Абсолютом было единодушным решением провести эксперимент по проверке способностей людей самостоятельно, без поддержки Бога, стать совершенством фрактального подобия Отцу Абсолюта. Для участия в этом эксперименте часть светлых иерархов или по-нашему богов по просьбе Отца Абсолюта дали свое согласие воплотиться в плотном плане в людей и пройти полный эволюционный круг от сознания Бога до сознания человека и от сознания человека к сознанию Бога. Для этого было решено создать Солнечную систему на периферии Великого Космоса для чистоты Великого Эксперимента. Наша Солнечная система была создана так, чтобы ничто не помешало человечеству пройти сложный путь эволюции сознания от Бога человека до человека Бога. И что в Солнечной системе все сделано, чтобы никакая случайность, включая и фантазии людей, не смогла бы остановить великий эксперимент Богов. Наша Солнечная система, являющаяся площадкой для выполнения Вселенской программы преображения пространства, была исключена из информационного обмена основного космоса для того, чтобы дать людям возможность самостоятельно пройти процесс эволюции, совершенствования собственного сознания до уровня совершенства Богов, способного открыть для всего Великого Космоса Солнечную систему как образец духовного совершенства, как образец великой эволюции, в которой канон покоя вечного движения есть основа эволюции всего Великого Космоса. Поэтому, если посмотреть на строение нашей Солнечной системы и посмотреть на строение Солнечных систем, которые находятся в других галактиках, это даже современные ученые уже доказали, там строение совсем иное. даже если брать дуальное видение, то есть плоское, как официально показывают, что Солнце, вокруг Солнца вращаются Земли или планеты, то на других звездных солнечных системах эти планеты, они идут от центра большие, а к периферии маленькие. у нас же сделано все так, тем более вы знаете, что все вращается по спирали, а не вокруг Солнца, а по спирали, то именно вот эти большие планеты, Сатурн и другие полностью, они как бы окружают нашу Землю, как бы защищая ее от пространства, от космоса. Хотя, как мне некоторые из наших дедов сказали, скоро вы узнаете, что даже Солнце вращается вокруг Земли, ну, не знаю, по крайней мере, я этого не видел, пока и верить не буду, но не важно. Главное, мы это уже знаем, что наша Солнечная система, она отличается строением нашей Солнечной системы, отличается от строения таких же самых Солнечных системах, но которые находятся в других галактиках. Вот. При таких условиях наша Вселенная, то есть Солнечная система, естественно, планета Земля и люди, это фрактальное подобие Творца, оставались при этом заложниками и спасение их самих, и спасение великого космоса могло произойти только через сформирование духовного единодушия, причем по условиям соглашения силами сдерживания, которые возглавляет Отец Люцифер строго при свободном и добровольном волеизъявлении. И в начале первой цивилизации, то есть в то время, когда боги воплотились в плотном плане в людей, это единодушие и было. и Люцифер в принципе в начале какие бы условия ни предлагал, он сделать с ними не мог, потому что духовное единодушие было очень сильное. И хоть по условиям память о том, что люди спустились именно с небес, были богами, как бы была прервана. Но отец Люцифер на то он и был лучшим учеником отца Абсолюта, поэтому он и смог придумать вирус гордыню, которым решил заразить гипербореев. Что такая гордыня, я там схемку выложил, вы можете прочитать, посмотреть полностью, она как бы такими подгруппами распределена. Это как раз каждый может проверить себя закрашивая один и второй участок полностью или не полностью смог ли он и насколько победить именно преодолеть в себе не победить, а определить в себе вот эту гордыню. В откровениях Людивого Нового века было сказано в десятом году году отец абсолютно сказал, что сначала я должен бы реализовать свою мысль на тонком плане, поэтому ваша планета и вы как участники моей программы как частицы творца первоначально были проявлены именно на тонком плане, то есть сначала мы были не в мире людей, а как бы у нас в эфирном плане, то есть вы помните, я однажды уже говорил вам о том, что силы сдерживания нарушили конвенцию великого космоса, межгалактическую конвенцию, и стали десентировать на Землю своих представителей с более низкими частотами вибрации, что вынудили меня изменить мои планы, поэтому, чтобы обеспечить возможность справедливой, более эффективной эволюции сознания, а значит создать более жесткие условия для эволюции тонкого плана, мне пришлось изменить часть вселенской программы и материализовав, перевести вас в пространство более низких вибраций, в котором могли бы одновременно находиться представители сил света и сил тьмы, то есть мы сначала были находились в тонком плане, а потом у нас десантировал сюда, уже плотный план, мы стали людьми непосредственно, и вот зачем именно силы сдерживания отец Люцифер начал сюда десантировать людей с других цивилизаций, мы знаем в данный момент их на земле проживает 4 основные, даже 5 основные, то есть это люди с белой цветом кожи, люди с серым цветом кожи, люди с желтым цветом кожи, люди с красным цветом кожи, и люди с черным цветом кожи, полностью, вот, потому что для того, чтобы заразить нас этой гордыней, чтобы заразить нас этим вирусом, надо было и чтобы произошло кровосмешание, то есть чтобы произошло нарушение закона РИТа, по-иному это сделать было невозможно. Я не знаю, конечно, мы не знаем, потому что информация до нас не дошла именно про первую цивилизацию, вторую, третью, это было очень давно, это миллионы лет назад, и если даже какая-то урывки информации дошли, они где-то далеко спрятаны, но более-менее извед, мы знаем про информацию про нашу четвертую цивилизацию и почему она погибла, то есть Антлань, где произошло смешение крови антов и с краснокожими людьми, и образовалась та гордыня, которая там образовалась, и получилось то, что получилось, в принципе, то, что сейчас получилось у нас на земле, произошла великая война, такая катастрофа, после которой пришло уничтожение целой четвертой цивилизации непосредственно. Ну, я думаю, Алексей, первая часть пока достаточно. Да, вопросы к нам идут, и мы можем сейчас что сделать, мы можем прерваться на музыкальную паузу, и потом перейти уже к беседе нашей. Хорошо? Да-да. Давай, значит, до эфира ты прислал несколько песен хора «Святая Русь». Вот давайте как раз и будем их слушать. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 3 марта-четверг 2016 года по одному из старинных второй день месяца пробуждения природы Асмица 7524 лета. Говорим мы о первородном грехе, что это такое, и главный сведущий, кто нам рассказывает об этом, Ратник Анатолий Михайлович. Михайлович, у нас вопросы уже идут, но мы с тобой можем немножко побеседовать, ты можешь что-то дополнить из того, что сказал уже от себя, не читать, а так что-то сказать, или хочешь же переходить к беседе. Ну, я бы здесь немного продолжил, суть заключается, можно было, конечно, бы и зачитывать, но думаю, своими словами скажу, потому что основная часть всех слушателей, они, веды, знают, и поэтому понятно, то есть та гордыня, которой была заражена наша цивилизация, самая первая, мы должны понять, что родились мы всего один раз, это в то время, когда мы воплотились здесь в плотном плане людей. Дальше, то, что мы называем рождением, это просто воплощение или инкарнация, то есть развивается наша душа, то есть мы, когда наша душа рождается здесь, приходит в этот мир, ей поставлена задача, какая-то ее выполнить, она выполняет или не выполняет, в конце она обратно уходит, в зависимости от совершенства своей души, этих воплощений в праведных душах, скажем так, более светлых, или если на наш язык, в отличниках их больше, а в те, которые их меньше. Почему? так, потому что та душа, которая воплотившись когда-то пришла в этот мир и не выполнила свою программу, которая была и заложена, она, уйдя отсюда, ну, как мы говорим, идет чистилище, там очищается, как говорится, поднимается выше и потом ждет своей очереди, чтобы еще раз воплотиться здесь, в этом мире непосредственно. Как идет передача этой гордыни, именно почему это первородный грех, он все время, как говорится, мы рождаемся в грехе, ну, это вот христиане так говорят в основном полностью, именно как вот это, именно вот этот вирус передается, как говорится, и от нашей инкарнации то есть от воплощения в воплощение непосредственно, то есть мы знаем, я могу зачитать или можно так сказать, сказать в принципе, что при рождении нам богиня Джива дает душу, то есть матрица души там четыре, разделена на четыре части, вот в одной из частей, там где заложена информация от предыдущего твоего воплощения, то есть она приходит отсюда, и ту задачу, которой ты не выполнил тогда в том предыдущем воплощении, то есть вот эта гордыня, то есть которой ты не успел, то есть не смог там полностью как бы побороть, назовем это, она переходит и сюда, в этот мир, то есть в следующее воплощение, вот что такое первородные грехи, почему мы, как говорят христиане, рождаемся все в грехе. Немножко так замысловато на самом деле, первородный грех, что такое, я честно говоря, не совсем понял для себя, что такое первородный грех, что такое гордыня, я понял, посмотрел схему, которую ты приложил. Гордыня, вот как раз, это и есть грех первородный, то есть когда мы заразились вот этой гордыней, то есть что такое вообще-то грех, то есть нарушение канонов вечности. Мы заразились гордыней и вместо того, чтобы заниматься духовным развитием своей души, мы начали заниматься мамоной, мы начали заниматься плотным планом здесь. Подожди, значит, получается, давай так вот по порядку, будем раскладывать теперь все по полочкам из того, что услышали. Значит, мы заразились гордыней. И, насколько я понимаю, изначально были рождены души все сразу, как они есть, да? Да, когда эксперимент был затеян, сразу все души, которые должны воплощаться на земле, они сразу были все рождены. Да. Они были все светлые, все замечательно, чистые, пушистые. Но по договоренности с первотворцом вот этот вот товарищ, он взял под себя все это управление. Да, то есть нашей Солнечной системе, которая была создана вот на периферии, так сказать, самой Вселенной, космоса, да, непосредственно между, ну, как бы, на границе между светом и тьмой, то есть силами сдерживания, то есть, как мы говорим, пекельным миром и самым светлым миром непосредственно, была создана Солнечная система вот именно для этого эксперимента. И управление этой Солнечной системой было возложено именно на отца Люцифера. То есть, Люцифер, он здесь, он создавал соблазны, он создавал условия, чтобы свернуть нас, как говорится, с того праведного пути, который у нас должен был в сердце. Это я понял, это я понял, я просто пытаюсь сейчас клубочек размотать. Это все понятно, что ему это все было передано в управление, и он за это взялся очень хорошо. И получается, что вот этой гордыней, он специально заразил всех нас, все души. То есть, получается, мы сейчас уже не находимся в соотношении светлых душ, а мы находимся больше в соотношении темных душ. Ну, скажем так, если брать, как бы сказать, толерантно, чтобы не нанести, как говорится, вред на наше радио, вот это, были боги, да, потому, вот самое, спустились, воплотились в людей. Теперь наше сознание, вот здесь, именно в плотном плане, вот здесь, мы должны пройти совершенствование ее до людей богов, то есть сознание наше. И чтобы это совершенствование не прошло, не случилось, так, вот, Люцифер именно и запустил вот эту гордыню. Ну, это я понял, понял. Так я же тебе что говорю? Ты знаешь, что такое эффект Маугли? Ну, эффект Маугли, поясню нашим радиослушателям, это когда можно взять двух близнецов, однояйцевых, разделить их, одного близнеца послать в лес к волкам, а второго близнеца послать в семью профессора и посмотреть, что из них будет, скажем так, к 12 годам. Вроде бы генетически абсолютно одинаковые два человека, внешне абсолютно одинаковые, все у них, все данные одинаковые, но только один к 12 годам как был волчонком, так он волчонком и останется, не умеющий говорить и не способный жить в обществе людей. А второй начинает развиваться, достигать какого-то уровня знаний, блещет своими знаниями, стремится к высокому, к возвышенному и, в общем-то, его жизненные стремления понятны. Ясно, да, что такой эффект Маугли? Да, да, да. Так вот, если мы сейчас берем отдельно взятую солнечную систему, в которой живут, грубо говоря, волки, правят волки, и в эту солнечную систему мы вставляем, есть уже земля, вернее, и на эту землю мы поселяем светлые души, которые воплощаются в человекообразных таких телах со всеми задатками богов, азов на земле, но при этом вокруг созданы условия волков, то в этом случае вот эти вот высокоразвитые души со всеми задатками так и будут оставаться волчатыми, то есть никакого развития в дальнейшем быть не может. эффект Маугли сработает. Если бы, например, у тебя был выбор, рождается ребенок здесь на земле, и есть выбор, что если хочешь быть волчонком, пожалуйста, вот тебе пещера, туда иди, войси иди, и грызись с другими. Если хочешь быть азом, то вот, пожалуйста, тебе школа светлая, обучайся. Но на сегодняшний момент, а я так чувствую и некоторое время назад, когда, по твоим словам, этот эксперимент затеялся, то светлые все школы были здесь не предусмотрены или они были настолько завуалированы, что в них попасть может, наверное, не всякий. А вот пещеры вот эти с волками и с прочими товарищами, царапающимися, кусающимися, они предоставлены в большом количестве. Вопрос, на что могут рассчитывать светлые души, сюда вселяющиеся, если даже для большинства изначально закрыт вариант выхода из той ситуации, которая сейчас создана товарищем Люцифером? Кто сказал, что закрыт? Ну, судя по всему, нет, ну, подожди так, ты сейчас задал вопрос, что сказал? Мне не обязательно слышать, кто сказал. Я доверяю своим глазам и я доверяю тому, что сказал ты. То есть, исходя из того, что сказал ты и что я анализирую, я наблюдаю следующую картину. Исходя из того, что сказал ты, полностью вся не только Земля, но и Солнечная система находится во власти Люцифера. Его задача удержать души, чтобы никакого развития не было, чтобы никто не вернулся к первоисточнику и не продвигался дальше. Поэтому, ну, если вот я, например, передо мной была поставлена задача не давать, тормозить, не пущать, я бы сделал все возможное, чтобы не давать, тормозить и не пущать. Вот Люцифер такой же бравый и малый, он прекрасно понимает, что если он даст возможность кого-то пущать и продвигать, то в этом случае его просто по рогам дадут и куда-то пошлют на веселые три буквы, например, в душ. получается, что он владыка, он управляет всем. Естественно, что он создал условия такие, чтобы воплощенные души попадали, как Маугли, в определенные условия и дальше не развивались. Поэтому о каком развитии в данном случае можем говорить? Те проблески, которые где-то существуют, они существуют настолько эфемерно, настолько мягонько и пушистенько и далеки от цивилизации, что попасть туда могут десятые доли, а может быть тысячные, а может миллионные доли процента. Если, я же почему и сказал, что мы вот сейчас пятая цивилизация, то есть ты в курсе дела, что 13 тысяч лет назад произошла вселенская катастрофа здесь у нас на Земле, и та цивилизация была разрушена. Именно. Но разрушена, но не уничтожена. Почему? Да, верно. Но не будем мы сейчас браться за четвертую цивилизацию, возьмемся за нашу цивилизацию. Она ближе, она все видно, ты тоже это видишь, как бы констатируешь этот факт полностью. Почему? Потому что именно последние, возьмем даже так, две тысячи лет, ну возьмем даже немножко больше три тысячи лет, то есть если если что произошло, да, непосредственно для того, чтобы создать именно условия пещер, именно условия пещер, и было, так сказать, силами сдерживания, здесь сотворены темные силы, а силы сдерживания и темные силы это две разные вещи непосредственно, ну неважно, все они, которые наплодили здесь религии с одной целью, разделяя и властью, но у нас, у гипербореев, при рождении в памяти заложено то светлое, что оно есть, и это генетическая память у нас, она работает, поэтому не все превратились в маугли, которые бегают, как говорится, в джунгли, тогда еще не стыков, в маугли, но в маугли, смотри, что ведь когда дело доходит до, ну скажем так, до критического состояния, отец-абсолют, не знаю, сам устраивал катастрофы, или здесь, как говорится, мы помогали ему это делать, по крайней мере, сейчас это мы довели, как говорится, до ручки весь этот мир с помощью ОМОНы полностью, но все равно светлые души-то оставались, ты прекрасно знаешь, что была рассенье, ты прекрасно знаешь, что была тартария, и не вся она уничтожена была, люди-то остались, вера-то осталась, пусть в мизерной части, но это все осталось, это есть, почему-то даже, даже возьми, даже по истории, нашей по истории, даже официальной истории, разницу между русской христианской церкви и христианами остального мира, большая разница, почему, потому что генетическая память то осталась, то есть, и если там называют, как говорится, Господа Господом, они подразумевают одно, то у нас, называя Господом Господа Господом, люди подразумевают совсем другое, это понятно, это понятно, поэтому, я говорю про другое, сказать так, что вот, здесь создано, вот, он создал одни пещеры, и нету просвета, нету выхода, я бы не сказал, тем более, скажем так, на примере того, что вот, кто такой я, кем я был раньше, и кем я стал, и почему я таким стал, я себя не чувствую, как говорится, Мауглем, которые именно воспитали волки, и ты себя не чувствуешь, Мауглем, которым воспитали волки, правильно, потому что в тебе есть знание, знание ты как получил, не потому, что тебе какой-то дядя привел и дал, их заставил, нет, а ты сам, как говорится, генетически искал, нашел, ищешь, дальше продолжаешь искать, то есть, ты духовно совершенствоваться, совершенствуешься, правильно? Михалыч, все правильно ты говоришь, кроме одного, и тогда не сходится первоисточник, который ты зачитал, что все было дано под руководство этому товарищу, но ему, пойми правильно, кто такой рукавый, да? Это же не тот дядька, который стоит с палкой и бьет по рукам, сюда нельзя, сюда нельзя, сюда нельзя, нет, это тот дядька, который тебе предлагает альтернативный путь движения, а ты уже сам выбираешь, по какому пути дает, то есть, он дает тебе соблазн, и не он тебя заставляет сюда идти, а ты сам принимаешь решение, не вверх, как говорится, по узкой тропе подниматься, а идти по широкой, накатанной дороге вниз. Ну, это понятно, я про другое говорю, что вот еще раз говорю, смотри, мне, к примеру, дается в управление дом, и в доме живут некоторые существа, разумные, которые могут развиваться, а могут деградировать, и мне ставится задача, ты не должен допустить их развития, бить нельзя, как ты говоришь, там, травить нельзя, можно между собой стравливать, можно, там, гордыню развивать у них, что угодно делать, но бить нельзя, то есть физически я не имею права прикладывать, рукоприкладством не имею права заниматься, они должны жить, то есть у них должно быть самое необходимое, вот, не более того, и твоя задача не допустить их развития, вот, если я владею этим домом, и мне поставлена такая задача, я сделаю все возможное, чтобы они, в лучшем случае, остались на уровне тех существ неразвитых, а в худшем случае, ну, в худшем для них, а в лучшем, для выполнения моей цели, чтобы они деградировали как можно больше, чтобы они еще ниже упали, и для этого у меня есть все возможности, в этом случае я управитель дома, что как раз и было сказано про Люцифера, о том, что и вся Солнечная система, и Земля были переданы в его управление, и естественно, что если у него стоит задача о полной деградации, он сделает все возможное, чтобы здесь никаких проблесков не было, давай так, или не совсем все так, как ты изложил, и в этом случае он всего лишь навсего один из участников процесса, где есть светлая сторона, одни представители, темная сторона, и есть какие-то посредники, наблюдатели, либо вообще что-то по-другому происходит. Кроша, ты в самом начале там говорил, просто, ты выпустил это из виду, поэтому я еще раз зачитаю, вот, значит, целью, которой экспериментов, было дано не препятствовать эволюции сознания людей до возможности их единодушного решения и передачи управления планетой из рук Люцифера в руки Отца Абсолюта, Первого Творца, подтверждая тем самым единовластие Отца Абсолюта во всей Вселенной. Это я помню. То есть, вот смотри, он создает условия, но он не препятствует твоему выбору. Вот стоп, стоп, вот давай с этого момента, что значит не препятствует? Давай так, я, опять же, возвращаюсь вот к нашему маленькому дому, где доживут некие человекообразные существа. Моя задача, не препятствую им, но продвигать свою тему. Что я делаю? Я не препятствую вам, ребята, развивайтесь как хотите, но просто я не даю вам знаний, я даю вам не знания, не вежества. Я не препятствую, вы можете развиваться как хотите. Хотите, сами школы строите, хотите, сами учебники печатайте, хотите, тут волхвами себя называйте, ведунами там, церкви создавайте. Что хотите, делайте, это ваше личное дело. Я вам препятствовать не буду. Если вы мне закажете кирпичи, я вам кирпичи привезу. Закажете доски, доски привезу. Строите, что хотите. Бумагу для книг, да без проблем. Только я вам знания не буду давать. Знания не буду, потому что это не входит в мои обязанности. Я должен вам только не препятствовать, но при этом я вам ничего не даю, а показываю всеми возможными способами, как надо жить по-волчьи. То есть я вселяю волков, которым рассказываю, ребята, вот давайте, берите в оборот, все полностью. Обезьян сюда вселяю, которые показывают примером, как надо там, что делать, лазить по деревьям и гадить вниз. И все. Но я не препятствую развитию. Развивайтесь как хотите. Это ваше дело. То есть в этом случае ни о каком развитии речи быть уже не может. Это будут маугли, которые видят окружение себя. Обезьян, удавов, волков, тигров, еще кого-то. Другого они не видят. Они не имеют возможности развиваться. Они имеют возможность только подражать тому, что есть вокруг них. А я создал условия, чтобы вокруг них были те, которые их бы удерживали, как минимум от развития. И опускали еще ниже. А потом, когда эта цивилизация уже развилась, мне эти волки уже, обезьяны не нужны. Я их уже убираю в зоопарк. А уже они сами себя, эта цивилизация, один умирает, другое место приходит. И они сами себя уже продолжают содержать в этом невежестве. Вот о чем я говорю. Препятствий никакого нет. Но и развития я не даю никакого. А деградация, она сама собой. Как известно, уродство, выродничество, оно само собой происходит. Смотри, Леш, мы-то здесь говорим именно о гордыне. То есть, он запустил именно вот этот вирус, чтобы заболело человечество. И, как ты говоришь, вымерло. То есть, деградировало. Не, не вымерло. Именно, чтобы оно существовало. И как можно дольше существовало. Сначала духовным рабом, а потом и рабом, и тому подобное. Что заключается в чем? А то, что знание не дает, знание то есть, и знание то, что мы получили, и он дает, давай возьми даже вот последние два примера, последние два примера недавно. Это пример Иисуса, да, и Магомеда. То, что Иисус и христианство, как говорят в Одессе, это две большие разницы, или Магомед и этот самый Ислам, который сейчас тоже две большие разницы, это другое дело. Не об этом говорить. То есть, он через посланников то давал знание, он давал, то есть, нажимал на точку, говорите, люди, одумайтесь, вот вам знание божественное, вот возьмите, осмыслите их, проснитесь, пробудитесь духовно. Ну это понятно, это все понятно, что ты рассказываешь, это везде все понятно. Вот что и говорится, тут вопрос, то чего стоит именно, что, за чего зашел Сербор, помнишь, на чатах мы там участвовали, где вот именно про гордыню, когда я выкладываю некоторую информацию, да, особенно все аудиозаписи, там такие были, практически все, как только услышали, выражены в первом грехе, в первом грехе, все, выключают это христианство, дам ее выкидывать. Нет. То есть, мы славяне, мы без греха. Я вот показываю, доказываю, что мы все грешны. Почему? Потому что мы все заряжены гордыней. И чтобы избавиться от этого греха, мы должны избавиться от гордыни. Понятно. Тогда мы будем именно развиваться и двигаться именно по золотому пути развития, подниматься вверх. Вот про что шла речь. А то, что да, ты говоришь, оно в принципе сейчас вот и получилось. То, что получилось. Да, да, да. Я понял, да. Это все понятно. Просто, видимо, уточнение на это какое-то. Смотри, вот ты говоришь, приходили некоторые светлые сущности, люди, мессии, там по-разному их нужно называть учителя. Да. Они приходили к разным народам, чтобы хоть как-то их удержать от падения. Но они говорили на такие слова, такие выражения, которые тем людям были непонятны. Это то же самое, например, как я, управитель вот этого дома, где задача создать дурдом просто элементарный, не давать развиваться сущностям человекообразным в более высокие, а удержать их или деградировать, заставить. Я, к примеру, беру какого-нибудь академика очень высокого уровня, который в этой академикам является уже многие десятилетия. Он очень умный, он очень правильные вещи говорит на своем уровне. И просто запускаю в эту психушку и говорю, пожалуйста, делись с людьми, вот тебе возможность, делись, даю тебе, например, 10 дней, вот за 10 дней дай им высшую математику, дай им сопромат, дай им что хочешь. Этот академик заходит сюда, рот разевает и через 3 дня он оказывается распятый на кресте. Я тебе понял. Вот ты примерно то же самое сейчас рассказываешь, что ему, сейчас я закончу, получается, что ему он, естественно, не препятствует, чтобы здесь кто-то появлялся из этих сущностей, но все они заканчивают плачевно, а потом их учения берутся теми же самыми мартышками, про которых он сюда внедряет, и переворачиваются таким образом, чтобы те полудеграданты взяли уже вот эти вот не знания, а переделанные мартышкиным какими-то там ощущениями мною подправленными опять специально для психушки, и чтобы их опять в народ внедрить. Они кричат «О, мы увидели новое там религия, новые знания, новый свет и так далее». Вот что происходит. Получается, что как-то не с той стороны подходим, или в консерватории что-то не то, или там как у Жванецкого, да? О, теперь мы, как говорится, подошли к музыкальной паузе, а потом после музыкальной этой паузы мы перейдем именно а что же надо, чтобы избавиться от этой гордыни. Ну что ж. И где выход с тупика? Хорошо. Хорошо. Давай оставлю музыкальную паузу, 4 минуты отдыхаем, а потом как напряжем мозги и как надежно выход. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 3 марта это четверг 2016 года по одному из старинных второй день месяца пробуждения природы осьмидца 7500 24 лета. Первородный грех, что это такое, такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный ведущий Радник Анатолий Михайлович. Итак, ты нам обещался все-таки раскрыть глаза на суть происходящего и найти выход из сложившейся ситуации. Давай, не буду тебе вопросы задавать, ты уж сразу тогда раскрывай. Ну, смотри, мы уже подошли до того, что в принципе все дошло до ручки, везде, как говорится, наделано пещер, как говорится, и выхода света нет. Я тут с тобой немножко не согласен. Почему? Потому что знания, они есть, они были, они идут все время. Другой вопрос, видят их или хотят их видеть или нет. До, скажем так, до четвертого года знания шли, в основном это ведические. То есть передавались испокон веков из рода в род полностью. Ну, по крайней мере, как я к этому пришел, я искал, 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 в конце концов нарвался на Асгарское духовное училище в свое время полностью и три курса этого училища прочел, прослушал, просмотрел, впитал знания, понял, кто я такой есть. А тут, как говорится, на мое счастье появились еще откровения людям нового века. Я еще больше знаний начал получать, я еще больше впитывать в себя истинные знания. и я понял, кто я, что я не раб Божий, я не человечек животное, я произошел не от обезьяны, а что я Бог, воплотившийся здесь, на земле. И моя основная задача это духовное совершенство. Как, пожалуйста, знания вот есть? Бери, впитывай их. Это первый вопрос. Как себя вести виднее? Что нужно делать? Просто получать знания. Мы коренная цивилизация, потомки гипербореев. Мы есть гипербореи. Мы есть Боги. У нас генетически заложено знания все. Их надо только пробудить, разбудить, проснуться самому. То есть, вот этот канал, который нам зашлаковали под названием совесть, совместная весть, каждого канал, что не надо нам никакие ни попы, ни ксензы, ни мулы, никого. Не надо нам посредника между нами и Отцом Абсолютом получать знания. Бери, получай информацию, сейчас уже есть эта информация. Вот, но вот этот вот первородный грех, вот эта гордыня, нам препятствия. Нет, не Отец Абсолют, не Лукавый. Они только условия создали, а мы сами здесь сотворили вот эту тьму. Что такое тьма? Это неверие. Это сущности, которые ни во что не верят. Сила сдерживания, это тоже божественная сила, они признают, они верят. И они живут по канонам вечности. Они выполняют свою функцию. но если темные силы, которые мы создали здесь, не дядя Вася, не товарищ Люцифер, а мы создали через гордыню. И нам надо избавиться от этой гордыни как можно интенсивно и быстрее, чтобы выздороветь, понять, кто мы есть и что нам нужно делать. И это происходит, потому что почему именно мы живем в таком, я считаю, очень хорошее время, так сказать, время преображений, то есть перехода этого времени. Я счастлив, что нахожусь именно в этом промежутке времени полностью. Опять немножко теории, чтобы было понятно полностью. когда зарождался эксперимент, зарождался этот эксперимент, наше центральное Солнце, то есть там, где воплотился в этой реальности Рамха или Отец Абсолют и запустил жизнь, родящую вот эту Инглию, где зародились миры и галактики полностью, именно на границе была создана наша Солнечная система именно для эксперимента. Но прошло время, а вы знаете, если в темной комнате зажечь свечку, она горит, она разгадается, поэтому свет, он все время как бы увеличивается, он распространяется больше. И вот именно свет, то есть вот эти вот энергии, они уже отодвинули край нашей Вселенной дальше и наша Солнечная система уже не на периферии находится. Но эксперимент здесь не закончился, потому что мы через свою вот эту гордыню, через первородный грех, как говорится, наступаем на одни те самые грабли. Первая цивилизация грабли были, вторая цивилизация грабли была, третья цивилизация грабли были, четвертая цивилизация и сейчас пятая цивилизация. Опять подходим наступить на грабли. Всевышний он увидел, что грабли одни и те же. Почему? Да потому что Люцифер и его команда они нарушили условия эксперимента. Поэтому тут и отец абсолют раз так надо провести корректировочку и он ее провел. Он выбрал здесь человека которому пошли именно информация знания непосредственно напрямую от самого создателя. И условия такие стали потому что у нас сам видишь интернет всемирная паутина то есть эти знания начали расходиться везде по всему по всей святой руси по всему миру но кто принимает принимаем мы почему потому что боги разговаривают на русском языке и все информация идет на русском языке а вот гордыня вот это которая села у нас засела не позволяет нам взять эти знания получить или по крайней мере осознать что они есть и переработать в себе объясняю почему потому что каждый где-то куда-то что-то пришел много информацию воспринимают берут втихаря или как-то в смысле читают как говорится воспринимают начинают духовно расти а ведь даже наши славяне я уже не говорю там именно церковных церковных людей и всех остальных которые как говорится там полностью под гнетом религии находятся где-то наступивши я даже говорю почему так говорю наступивши на какую-то книжку с какой-то информацией даже не изучив ее а просто наступивши выбрал оттуда две-три красивые фразы надевает на себя как говорится вышитую рубашку объявляет себя ведуном или там волхом в шестом поколении или еще и что он плодит он плодит в ту же самую религию потому что структура принцип та же он не дает знания он не получает и не хочет потому что гордыня его как это так он получает знания и не получает почему он почему не я вот это и мешает то есть гордыня мешает именно взять знания которые даются получить эти знания осознать их осознать кто ты есть и духовно совершенствоваться и выйти с этого тупика который сам себя изогнал вот и все хорошо значит то что ты сказал все здорово замечательно но только почему-то у меня такие печальные ассоциации где-то я это уже слышал то есть вот такой примитивненький плохенький глупенький бог всевышний абсолют который допустил чтобы его обманули который допустил чтобы здесь стало что-то вот происходить такое не вкладываешься в рамки договора и теперь ему бедняге приходится все это дело расхлебывать сюда посылать каких-то ведущих людей с которыми он напрямую общается передает информацию это первое а второе вот часто бывает так что тебе кажется что ты разговариваешь с кем-то из высших а на самом деле это оказывается не совсем так назвать себя может кто угодно кем угодно тем более что называют себя сущности довольно высокого порядка и проверить человеку обычному человеку правда это или неправда что себя называет например какая-то сущность абсолютом или там еще кем-то но это с точки зрения человека огражденным своими ощущениями телесами своими какими-то воззрениями умом который владеет им практически невозможно сказали абсолют ага абсолют я на своей практике встречал уже несколько структур организаций которые ну так же говорили что мы вот работаем с энергией абсолюта мы пользуемся знаниями абсолюта у нас работает канал абсолюта мы там сами чуть ли уже не посланцы абсолюта и так далее тому подобное то есть такие структуры и говорят все здорово все замечательно все отлично вот не придерешься слово в слово прям можно пересказывать книги писать вот но когда начинаешь задать простые вопросы вот такие например которые с чего начал почему такой глупенький абсолют получается такой первосоздатель всевышний что он допустил нарушение договора ведь что он не просекал с кем он имеет дело и как кто будет делать и он не понимал что будет предпринимать этот наш товарищ Эльцифер тогда какой он абсолют тогда какой он всевышний прошу прощения перебил тебя ты читал северные сказки вот выпущенные буквально три года назад ну там несколько выпусков уже их прошло ну да три книги значит первая книга там где было вот именно как одна из сказок как именно как создавалось все вот про Чернобога и Белобога я сейчас название именно этой сказки не знаю ну неважно кому надо тот прочитает да то есть заключается в чем помнишь там было сказано что именно вот сидят они там как говорится смотрят да люди вот ходят ничего не делают и Сваров говорит давай мы дадим ему то есть дали плохо обучили этот самый они начали там рать все как бы расти то есть дошли до какого-то периода опять пошла как бы опять ходят ничего не делают давай это все разумно отнимем у них плух отнимем то отняли прокопошили чуть-чуть начали там саху делать остальное не просто так это образно говоря так сказать одним словом что он пришел с нарушением это не говорит вот мы с тобой собрались вдвоем да давай проведем эксперимент такой вот в детстве ты же играл что раз там вот как обычно от самых ловили майских жуков или с этими с муравьями вот они там дорожку проделали вот такую давай ее перехородим вот так сделаем то есть все время усложняли какую-то жизнь что-то делали то же самое здесь не просто что он взял начал завозить с бухты-барахты начал завозить сюда как говорится людей из других цивилизаций он видимо были аргументированы сказали что смотри вот такие условия вот они а двоих как говорится еще усложним давай вот еще так сделаем почему нельзя вот они сделали то есть прошло усложнение эксперимента тогда первый ты должен или выражаться более четко или в исходном файле или тогда в исходном файле вопрос да вопрос это не в этом дело полностью стоит видишь мы опять же сейчас рассматриваем это как а почему вот он так сделал а почему так мы говорим о ком-то но мы не говорим о себе вот давай вернемся к себе первое давай тогда забудем давай тогда забудем о том что ты говорил в самом начале потому что там есть реальные нестыковки начиная с того что сначала вот прям даже можно зачитать если хочешь что можно зачитать сначала там присутствует слово земля и люди а потом только было принято решение что надо создать солнечную систему где будет проводиться эксперимент я тебя понял это просто как говорится когда я верстал вот это да ну извини я же как говорится не профессор я понял тебя так вот начиная с этого и заканчивая той формулировкой которую ты излагаешь то есть если еще раз говорю если я управ дом психбольницы и там человекообразные существа которым я должен мне дали задание не давать им развиваться то в этом случае я никогда не дам им возможность развиваться я буду хитрить как возможно буду говорить что они крутые буду говорить что они боги буду говорить что они все могут что вы и так всего достигли и что вот те придурки которые за окнами ходят за решетками за которыми вы сидите они еще тупее чем вы поэтому они не сидят здесь а вы избранные и так далее и буду приглашать профессоров которые будут читать лекции еще больше запутывать будут и все это будет по-честному происходить я ничего препятствовать не буду но своими действиями я им буду полностью их буду полностью ограничить развитие так вот если так мы подходим то в этом случае никакого развития на земле не может быть вокруг будут одни волки пещеры и маугли если мы да и тогда и тогда формулировка здесь представлена в самом начале тобой она полностью ломается потому что это получается одна из библейских ну один из библейских вариантов существования здесь на земле вот только чуть-чуть измененной чуть возвышенной вот другой разговор что здесь есть представители и того и другого и третьего даются возможности развития даются возможности формирования созревания души и так далее вот если мы так говорим то тогда мы переходим уже на ведическое мировоззрение и да тогда абсолютно не вмешиваясь через кого-то от своего имени передает эту информацию корректировки о которых ты говоришь вот это я тогда уже допускаю вот это ведическое мировоззрение а то что ты изначально говорил прости пожалуйста это больше вот открываем ветхий завет и там читаем там все это изложено я с тобой согласен может в начале вот именно я скажем так некорректно построил выступление ну извини первый раз во-первых я как говорится да ладно ладно не извиняйся но хотел вот так сложил но сложил так как сложил на то мы с тобой здесь проводим беседу для того чтобы это так сказать эту форменную снежную бабу превратить как говорится в снеговика вот так приделаем ему морковку но не в том месте получится снеговик понятно давай дальше вот я говорю так вот вот именно когда вот тут говорится о том что когда человек как говорится побеждает вот этот вот первородный грех вот эту гордыню тем более гиперборей когда ты осознаешь кто ты есть на самом деле тогда ну давай немножко отойдем в сторону скажем так для начала чтобы было понятно вот разберем некоторые слова то есть значение слова это из нашей древнеславянской буквицы так вот мы все время говорим Бог 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 да вот полностью а что такое вообще слово Бог это безусловная основополагающая гармония почему потому что весь мир весь космос он гармонизирован он он фунциклирует в гармонии но по одному из канонов что наверху то и внизу то есть мы тоже частички Бога и если мы внутри себя гармонизируем себя вот этот плюс и минус уравновешиваем лишнюю энергию уберем по канону комплементарности непосредственно то мы тоже станем Богами частичкой вселенной вот почему мы Боги потому что это мы можем это сделать что такое любовь знаешь ты тоже что люди Бога ведают вот вот и есть когда ты себя гармонизировал когда ты избавился от гордыни ты начинаешь внутри светиться ты уже превращаешься в Бога в аса и что такое ас ты знаешь что Бог живущий на земле и раз ты внутри себя гармонизировал когда ты стал внутри Бога ты вот этим свечением любви ты начинаешь гармонизировать вокруг пространства вокруг себя пространства ты его начинаешь уже видеть глазами Бога почему говорят хочешь изменить мир измени себя потому что к подобному притягивается подобное и если ты на все смотришь с любовью то и весь мир вокруг изменится когда ты будешь на все смотреть так сказать с ожесточением когда везде ты будешь видишь отрицаловку то вокруг тебя соберется одна отрицаловка помнишь есть такие вот картинки где пчела и муха пчела видит одно муха видит другое так и здесь мы Боги раз мы Боги мы должны избавиться от этой гордыни гармонизировать свое внутреннее пространство сгармонизировал свое внутреннее пространство мы начинаем гармонизировать вокруг себя пространство мы начинаем светиться но это ты один один ты маленький светлячок вот недавно выложили в интернете ребята взяли бенгальские огни, ну ты видел наверное, сложили в ведро и подожгли. Ты видел какое там пламя? Там пламя космической ракеты, которая начала сжигать вокруг всю траву, все пространство. И представь себе, что когда мы, гиперпореи, то есть Боги здесь, каждый гармонизирует себя внутри, превращаясь в Бога, и начнет излучать эту любовь вокруг, и мы духовно все объединимся, это будет свечение, это будет горение от того ведра бенгальских огней. Если один огонь подожжет, что он погорел, вокруг ничего не произошло. Вот именно это, вернее против этого силы сдерживания, то есть отец Луцифер, создали условия, чтобы мы не объединились, а разъединились. Ты посмотри, как вот поменялся буквально мир за этот последний год, что произошел. Войн больше стало. Подожди. Инфляция в России увеличилась. Я тебе умоляю. В Украине то же самое. Слушай, я тебе умоляю. Как была инфляция, так и она осталась. Не-не-не-не, она ускорилась. В смысле, как этот самый там, тот негатив был, он остался, просто его, как говорится, сейчас начали вот так выпячивать везде. Смотри, что произошло в прошлом году. 9 мая, когда не парад военной техники на Красной площади, новые танки, новые пушки, новые БТРы, нет. А когда в 3 часа дня по Москве, это по всей России, прошел бессмертный полк. Во всем мире эти кукловоды, пардон, не буду говорить, что, они получили по зубам. Причем так получили, что в некоторых не только зубы, а в некоторых и челюсти были сломаны. Это кукловоды. Не шестерки, которые там сидят президентами и тому подобное, нет. Даже не эти самые, не бухгалтеры, которые возглавляют финансовые компании, ну, финансовые институты нет, а именно кукловоды. Почему? Почему весь мир в штаны наложил, именно тот мир? Потому что произошло духовное единение, причем без организации, то есть как бы именно русичей, русских, не только русичьих, русских, и не только в России. Это даже было, вот самое, на Украине, хоть там хунта правит, там тоже было. Это было в Прибалтике и в других социалистических странах, ну, в советских странах бывшем. Прошло, вот, произошло единение. А представь себе, если к этому духовному единению, вот это сколько там собралось, больше миллиона людей, еще все внутри превратились в богов, то есть духовное единение начало излучать еще и любовь. В этих кукловодах не только зубы и челюсти повылетают, они сами исчезнут. Как таковые. Почему они исчезают? Кто виноват в этом? Мы виноваты. Я объясню, почему сейчас. Потому что мы заражены вот этим вирусом, гордыней. И мы в основном излучаем не позитив, не гармонизируем внутри себя пространство и вокруг, а мы излучаем отрицательную энергию. Потому что нас виноваты все. И евреи, и чеченцы, и американцы, и эти самые геи. Все, виноваты все, кто угодно. Только не мы сами. Вот это, как раз сейчас, самое такое наглядное пособие этого, это вот у нас Украина, наша братская страна. Там виноваты все. Только не они сами. Ладно, давай сейчас Украину не будем трогать. Я просто так скажу эти слова. Не будем это трогать на самом деле. То есть это о чем говорит? И сейчас, да, то, что мы сотворили, сотворцы, то есть те люди, которые услышали, увидели, прочли, осознали откровение, получили информацию, мы объединились духовно. И на вече всемирном, который произошел в Питере в 13-м году, мы гармонизировали пространство, и отец Абсолют признал свое поражение. Он уже ушел. То, что сейчас творится, это остатки темных сил, которые здесь остались. И они... Подожди, отец Абсолют поражение, ты скажешь? Вот, прошу прощения, отец Люцифер. Я уже заговорился. Да, только что приходится тебя поправлять, уже музыкальную паузу надо делать, а то ты что-то заговариваться начинаешь. Вот. Ну, это самое, пришло в гармонизацию. И сейчас от нас зависит. Лично. Вот ты говоришь, тут сказал, что вот пять минут до паузы, хорошо? Нет, нет, уже пауза должна идти. Давай, тогда пауза, потом я продолжу. Давай. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 3 марта 2016 года четверг, по одному из старинных второй день месяца пробуждения природы 7500 двадцать четвертого лета осьмится. Первородный грех, что это такое, такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главное, ведущий Ратник Анатолий Михайлович. Я прервал его на полусловия, не дал пяти минут, чтобы высказать очень важную мысль. Теперь музыкальная пауза закончилась. И я предлагаю эту мысль высказать. Давай. Ну вот, ты буквально в прошлый раз сказал, что вот сейчас информация идет, очень много информации, каждый там себя называет, кто-то называет себя абсолютом, кто-то себя этот самый, кто-то называет, что говорит, что он только правильный, всю информацию правильно попускает. И что я на это могу ответить? Дело в том, что вот есть информация. Это откровение людям нового века. Перед тем, да, любую информацию, которую берет до этого, я Анастасию я читал, я же говорю, и веды полностью изучил, и эзотерические книги, некоторые, не все, конечно, я просмотрел, прочитал. То есть, перед тем, как о чем-то можно судить, о чем-то можно разговаривать, надо эту тему изучить, чтобы потом или опровергнуть, или если какие-то вопросы, их задать. Потому что все оппоненты, которые у меня были, и говорили, а это что, это все оппоненты те, которые ничего не читали. Ведь ты, как говорится, согласись со мной, что есть люди, люди, которые и видят, и слышат, которые могут, как говорится, перемещаться в другие миры, и обратно. Они живут тихо, скромно, их, как говорится, почти никто не видит, и мало кто о них знает. Но я знаю таких людей, и ты прекрасно знаешь, что любая информация, любая книга, где написано полностью, весь текст, он светится. То есть, он излучает определенный свет. Так вот, откровение людям нового века излучает только один фиолетовый свет. То есть, непосредственно, это божественный цвет. То есть, девятая чакра. Ты это знаешь. Прекрасно. Другие, где-то, вот если даже взять ту же самую Библию, там кроме десяти заповедей, там вся палитра радухи. О чем говорит? Что это от себя те на люди писали. Кроме десяти заповедей. В Коране там немножко больше. Есть, как говорится, тех знаний, которые получены свыше. И не во всех Коранах. Потому что разные по-разному там тактуются. Я не буду говорить. Не в этом дело. Вопрос. Но и это еще не главное. Возьми сначала, хотя бы ознакомься детально, что там написано. они галопом по Европам, как у нас делают. Одну фразу, как говорится, выдернул и начинает с ней носиться. Ну, то, что сейчас делают как бы фискальные власти у нас юридически. Как они закрыли, объявили веды экстремистской литературы, так как сейчас объявили как экстремистской литературы первые четыре книги наши. Сейчас апелляция идет и там, как говорится, будет продолжаться. Судилище еще не закончилось. Возьми просто, прочти, а что там написано? И если ты с чем-то не согласен, подчеркни, скажи мне, вот это вот здесь не согласен. Нету таких людей. Некоторые наши, как говорится, друзья, которые в чатах сидят, один тут есть, не буду говорить, что за товарищ, он с этого с Алтая, все время человечество спасает. Я говорю, возьми первую хотя бы книгу, первые десять заповедей, прочти, подчеркни, что тебе непонятно. Задай мне вопросы. Так он меня даже из скайпа вычеркнул. Понимаешь, в чем дело? То есть люди, которые хотят, они берут, получают знания и определяют уже для себя, потому что работает, как говорится, внутреннее состояние, то есть совесть, канал совести или открывается, начинает работать, или продолжает, как говорится, закрыт быть. Вот я насчет этих знаний. То, что другие, да, есть. Я, допустим, да, я еще не вижу, не слышу, но у меня уже как бы чутьем своим, ну, как бы, пятое чувство. Я уже определяю, даже любую фразу или любую уже, ну, как бы, книгу взял или информацию с интернета, первую фразу прочитал, я уже определяю, откуда она есть. Как говорится, как у нас тут говорится, там цоконекопыт слышно или нет? То есть она искаженная или правдивая идет. Но чтобы это все познать, надо же научиться, а чтобы научиться, надо какую-то информацию взять, отложить в себя. А в откровениях там энергетика очень сильная. Как художественную литературу, и не прочитаешь три, четыре, максимум пять посланий, все, голова трещит, разваливается. Потому что там идет информация, божественная информация. Оппоненты кто? Или купленные товарищи, которые за это деньги получают, начинают лаять, как это, сам понимаю, знаешь, то же самое, как по ведам, так и здесь, одинаковые. Шаблон один и тот же, у них другого нет, у них абсолютно. Или люди, которые воспринимают, даже, вот у меня есть мои друзья, не ложиться, они мне говорят, Михайлович, не ложиться, мне слишком трудный текст. Ну, не ложиться, не ложиться, но они-то прочли, они не хают, они положили. Потом вернутся. Или уже вернулись, тихоря читают. Вот это. Понятно. Все хорошо сказал, давайте разберемся с тем же, все-таки, что у нас написано, это изначально первородный грех, что это такое. Так вот, я когда посмотрел ту схему, которую ты приложил, значит, сразу поясню, тут были вопросы, откуда такие там схемы, откуда фотографии, поясняю. Значит, фотографию добавил я, картинку, это одна из древних картинок, которая описывает появление первородного греха, а внизу представлена та схема, которую Михайлович сюда сбросил, где посередине слова гордыня, а дальше там все остальное. То вот, когда я ознакомился со всем остальным, я понял, что как раз это про меня все. Вот как раз все, что там написано, вот все пунктики один к одному, это все точно про меня. Вот все это у меня представлено в очень больших количествах. И я понял, что я свалился, товарищи, очень низко. Каюсь перед всеми, но что поделать, вот такой я. А ты думаешь, что я святой, что ли? Не-не-не, я говорю в данном случае про себя, а не про кого другого. Только про себя. Вот здесь вот как раз или наоборот, там принижение себя. Не, не принижай, я просто вижу все, что это оно и есть. Вот, и не ощущаю присосов на другим, потому что понимаю, что во мне это все есть, а что же, если во мне есть, то человек про других то будет говорить, да? Так вот, давай тогда разберемся. Значит, ты заявил, что изначально гордыня это и есть первородный грех. Правильно я тебя понял? Да. Отлично. Давай теперь я тебе буду задавать вопросы, а потом уже будем задавать вопросы наших радиослушателей. Скажи, пожалуйста, я тебе ждал вопрос. Души изначально светленькие все были? Ты сказал да. Подтверждаешь это? Да, да, да. Светлая душа, когда воплощается, первородно воплощается, первый раз, первородно, светлая, может ли у нее присутствовать гордыня, исходя из того, что ты сказал, что нас заразили потом гордыней? Нет, конечно, помнишь, но я не знаю, ты знаком же с законом Рита, да, и с генетическим нарушением, кровосмешением вот этим, да, вот именно. Не могла, вот почему, потому что ты знаешь, у нас, как говорится, вот чистая, как говорится, душа, у кого, то есть первая вот эта воплощенная душа, она была энергетически защищенная, то есть информационно защищенная была, потому что имела, и надо было вот эту защиту разрушить, и чем мы вот именно разрушили? Именно кровосмешением, по-другому ничем разрушить ее невозможно. Я тебя понял, Михалыч, это все всем понятно, тем, кто хоть чуть-чуть знает, что такое закон Рита или Телегония современно-научным языком, это все понятно. Кстати, Телегония многими говорит, что это лженаука, но не нравится кому-то. Хотя на животных, на людях четко... Так товарищам как раз и не нравится. Да, не будем пальцем, не будем пальцем показывать. Ну что ж ты? Так вот, ты ответила, что изначально, изначально гордыня не могла присутствовать при рождении первых самых душ. то есть это четко указывает на то, что это уже не может быть первородным грехом. Что такое первородный грех? Родился у тебя, сразу ты и есть. Все, вот это первородство. Мы-то... Как? Откуда вообще-то это слово взялось? Первородный грех. Первородный грех это взялось в христианстве, правильно? То есть, чтобы, опять же, сделать духовную раба, ты уже и так должен мне, вот ты такой-сякой, вот, как говорится, паки-баки, вот самое, Господу Богу помолиться, падай, бейся лбом, как говорится, отверть, выбивай свои рифы. Вопрос-то стоит как, что именно первородный, то есть, мы воплотились, то есть, вот родились, я же почему говорю, мы родились один раз, то есть, когда воплотились здесь, в твоем самом плотном... Ну да, я про это тебе и говорю, и что ж, получается... Дальше у нас идут уже инкарнации, или воплощения, в кого сколько, в кого две тысячи, в кого три тысячи, в кого восемьсот, в зависимости, как говорится, какие грехи были... Ну, тоже понятно, да, тоже понятно. Вопрос-то, как говорится, поэтому и говорится, что в дальнейшем, когда, то есть, вот заразились, кто первое, вот он заразил, через крово смешанное, ну, неважно как, то есть, он заразил вот этой гордыней, то есть, пошло вот это вот нарушение кануна вечности. И оно потом дальше передавалось, как говорится, с воплощением воплощение. Почему? Потому что ту программу, которую ты не выполнил в прошлом своем воплощении, она через карму, в виде кармы, передается тебе в этом воплощении. Ты должен... Слушай, понятно, ты не отвечаешь на мой вопрос. Почему? Вот это есть, вот как раз и есть, то есть, воплощение, вот первое, то есть, ты... Это уже второе воплощение, первородное, ты сказала, ну, как было, подожди, стоп, стоп, давай так, котлеты мухи разделим. Ты изначально сказал, что мы родились один раз, и родились мы, из светлых душ появились, и никакого первородного греха, то есть, гордыни у светлых душ тогда не было, и не могло быть. Вот к чему я говорю. Дальше все перерождения, это уже кармические связи, это уже отработка кармических связей, но это не является первородным грехом. Первородный, потому и первородный, что первые рождения... Я тебе скажу, видишь, тут как сейчас пошло, как бы, ну, как бы, вот именно почему. Видишь, что мы стоим, то мы-то все, вернее, это я уже сказал сейчас, что вот, родились один раз, а потом воплощение. Мы-то все время говорим, что мы родились раз, второе, третье, четвертый, пять, вот идет. Я говорю, то есть, где прошло заражение вот этим вот, как говорится, вирусом, именно вот гордыней, то есть, когда мы появились здесь, отец Люцифер создал условия, как говорится, где прошло, заразил нас, и вот этот вирус пошел, ну, скажем так, с поколения в поколение передаваться, переносить с собой. Вот в чем суть вот этого первородного греха. Понял тебя, смотри, хорошо. С этой стороны не получилось зайти, вседлаю другую хромую козу, ну, может быть, я неправильно вопрос задал. Другой вопрос тебе. Ребенок, когда рождается, у него гордыня есть? Вот появился младенец, гордыня у него есть? Конечно, он же, ребенок рождается, он даже помнит свое прошлое воплощение, правильно? Как проявляется гордыня у ребенка, у младенца, который только появился из мамы? У младенца никак в начале, да и почему, скажем так, своим поведением? Своим поведением? Стоп, стоп, все, хорошо, поведение, давай так, вот я открываю наш анонс, тут некоторые спрашивают, где найти эту схему? Открываете анонс или уже запись эфира лучше, когда она появится, поскольку будете слушать записи, те, кто будет слушать снимые записи, те уже увидят эту запись, и там будет фотография, там написано гордыня посередине, это ощущение внутреннего превосходства над другими или наоборот принижая себя. Скажи, пожалуйста, ребенок, который только что появился в этом свете, он испытывает ощущение внутреннего превосходства над другими или наоборот принижает себя младенец, вот только вылупился из мамы? Скажи, ты помнишь это? Я, например, нет. Нет, я же тебя спрашиваю. То есть зависть он кому-то испытывает? Слушай, откуда я могу... Нет, ну давай так, зависть... У него были какие-то контакты с другими людьми? Подожди, вот давай этот вопрос немножко раздвинем. Куда раздвинем? Не только родившийся ребенок, да? А скажем так, ребенок стоит 2-3 годика. Нет, 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 не исправляй правила. Здесь правила устанавливаю я. Стоп. Хорошо. Мы говорим про первого. Ты отказался отвечать правильно. Вернее, неправильно. На тот мой первый вопрос. Теперь второй вопрос. Я сказал первородный. То есть родился ребенок первый раз. Давай я тебе отвечу, как ты говоришь. Вот именно. Если вот эта вот именно гордыня, только родившийся от самого ребенка, есть. Она его в химнистической памяти. То есть вот это она передалось. Она там есть, конечно. И по мере взросления, взросления, она, оно вот это вот, как бы, ну, проявляется. Отвечаю тебе. По мере взросления становится Маугли, который себя впитывает социумом, который его воспитывает. И не более того. И он в себя вбирает зависть к другим людям, лесть, ложь, обманывание, цемерие, ревность, блуд и так далее. Маленький ребенок, который родился здесь, вылупился, его достали вот только что. Ой, какой хорошенький. Он сразу так начинает льстить. Ой, какие вы хорошие, замечательные. И думает, сейчас я их обману, сейчас я ложь на их-то пущу, и лишнее там 100 грамм молочка высосу. И завидует другому соседу, который свою мамку уже сосет, а он еще не начал. И начинает лицемерить. Ой, слушай. Или нет, ревновать. А ты, мама, посмотрела на другого ребенка. Ты что ж, его больше любишь? Нет? Нет, я буду лучше блудом заниматься. Я читаю все, что написано здесь. Прелюбодеянием. Я сейчас вот соседней девочке там подмигну, и мы с ней сразу начнем прелюбодеянием заниматься. И презрение, неприязнь с другим к себе. Я всех презираю, вообще никто. Обвинять других начинаю. Вы тут и так далее. То есть я вот читаю, что здесь написано вокруг гордыни все вот эти сносочки. Ненависть, критика, претензии, злость, гнездь, обида, раздражение. Маленький ребенок, который только что вылез из мамы, он этого ничего не может испытывать, потому что он может что-то помнить оттуда, но он здесь еще это не испытал. Он еще не находится в социуме. Он ничего этого не испытал. И поэтому гордыня ему не может быть свойственна. А поскольку ты говоришь, что гордыня – это и есть первородный грех, то в этом случае первородного греха быть не может. Не в первом моем примере, что наши души, которые воплощались… Сейчас закончу. Не в первом моем вопросе, когда наши души воплощались из чистых и светлых, и они пришли без той памяти, на которую ты сейчас ссылался. Они пришли без тех опытов, на которые ты сейчас ссылался при втором моем вопросе. И у них не было вот этих разочарований, злословий, жестокости, хвастостой и так далее, страха. И, значит, не было гордыни. И, значит, если нет гордыни, нет первородного греха. А вот потом уже социум при помощи нашего товарища Люцифера или других там обезьянок, которые ему служат, это уже социум стал воспитывать Маугли. И когда ребенок рождается, второй мой вопрос, когда ребенок рождается, у него тоже нет первородного греха, потому что у него отсутствует гордыня. А поскольку ты еще раз говорю, сказал, что гордыня – это и есть первородный грех, значит, первородного греха быть не может. Это наработки, которые ему прививаются от мамы, от папы, от братьев, от сестер, от детского садика, от есть лет, от школы и всего остального, от окружающего собственного, который пропитан этим всем. Получается, что гордыня воспитывается, но она не рождается с ребенком. И она не родилась вместе с нашими душами. Раз она не родилась с нашими душами, то она не первородная, поскольку то было первое воплощение. И она, естественно, не первородная в остальных воплощениях, когда ребенок рождается. Поэтому не может быть первородного греха, потому что не было изначально гордыни, и при появлении нового младенца тоже нет гордыни. Вот так вот. Во! Все сказал. Ага. Леш, вот еще раз обратимся к закону Рита, да? К нарушению закона Рита. И такое выражение есть, особенности сейчас, когда идет повсеместное, так сказать, игнорирование и нарушение этого закона. Такое выражение, когда мама, папа, родители, дедушки, бабушки говорят, «И у кого ты такой вдался?» Теперь еще такой один пример. Соседа, понятно. Соседа. Еще такой пример, да? Вот мамы хорошие, детки маленькие, ну сколько, два годика такие вот, приходят на детскую площадку, начинают играть. Да? Одни детки маленькие приходят и делятся с другим детком, там, как говорится, ведерочком, там, начинают играть, да, полностью. А второй ребенок приходит, третий или четвертый, он начинает отбирать, ломать, он начинает кусаться. Вопрос. Это что его мама с папой заразили? За такой короткий промежуток времени? Или та генетическая память, тот, как говорится, хвост вот этой гордыни, то есть этого первородного греха, который ему передался дальше сюда, на это вот действует. Это все описано в генетическом нарушении. И там даже, как говорится, ты сам видел по хромосомах, это все доказано. Полностью. Почему, так, куда и зачем. Это здорово. Но это отсутствовало. Но это отсутствовало у тех, кто родился первый раз. Я себе. Подожди. Это отсутствовало. И поэтому мы же говорим про первое, первое. Так, мы с тобой, вернее, я же сказал, что именно те, которые родились, то есть только боги воплотились здесь, то есть родились первый раз, они были чисты. Значит, не было первородного греха? Твою. Так первородный, вот смотри, первый, это который первый, вот один раз. В других, второй, третий, это будет третий родный, четвертый родный. Первородный грех, это выражение христиан, которое пришло из Библии. Так. Вот именно. То бишь, это то выражение, то есть как инструмент, который был изобретен ими через сказку про Адама и Евы, про яблоко это. Это не сказка, они все честно про себя рассказывали, там все нормально. Для кого-то сказка, для кого-то нет. Да, самое неважное. А я-то говорю, о чем в самом начале было, что у нас в свое время прошла дискуссия о том, что говорили, что славяне, у славян нету первородного греха. А я тогда сказал, говорю, что есть, потому что я под этим грехом понимаю гордыню. Мне сказали... Вот теперь мы с тобой пришли, теперь вот мы наконец-то давай так, уберем слово первородный грех наконец-то, да? Уберем и скажем, а вот есть гордыня, которая может возникать. По каким причинам? И дальше мы можем описать. Это нарушение законов Рита, когда генетика меняется. Это социум, который прививает, это как прививку. Это различные паразиты, которые в нас внедряют, заражают нас этим вирусом. Вот тогда и давай называть вещи своими именами. Все-таки тогда получается не первородный грех, для нас он не свойственен, а это, получается, приобретенные качества в виде гордыни, которые изначально были не свойственны нашим предкам, но сейчас они везде... И вот сейчас они так или иначе могут нам передаваться из поколения в поколение, как от родителей, также могут и через нарушенные гены нам передаваться и так далее. Вот это правильные вещи, правильные слова будем говорить. И тогда все эти баталии уходят вообще в пустоту. Не существует первородного греха, существует гордыня, то есть нарушение, грубо говоря, генетики, наших родовых, каких-то кровных внутренних строений и всего остального. Вот, наверное, так более правильно говорить. Скажем так, с этой стороны, с этой стороны, если мы подойдем, правильно. Но если подойти с этой стороны, ты, как говорится, ты же здесь, считай, себя первый раз родился, ты уже родился в грехе, то есть с этой гордыней, то есть вот он, как бы вот этот первородный грех где. Не знаю, я помню свое рождение, я никакой гордыней не обладал. Серьезно, я помню с первых минут своего рождения, никакой гордыней не обладал. А потом у меня стало появляться, потому что я так понял, что, в общем-то, голодным остаюсь и все остальное. Это стало развиваться. И сейчас я вижу, что у меня полный комплект удовольствия вообще во мне представлен. Я такая нехорошая... Может, перейдем немножко дальше, я к чему... Давай, давай, давай. Как-то вот пошло просто рецепт излечения. Вот теперь давай, за три минуты давай изложим его. Потому что потом пауза музыкальная. Давай, за три минуты не изложиться. То есть, зачем это было создано все? Почему я выступаю все время не только против религий, а причисляю родноверие тоже к религиям? Это камень забросил. Сейчас там многие будут возмущаться. Сейчас ребята бульники полетят из катапульта. Сейчас засыпешься там. Я это объясню. Почему? Потому что сейчас времени нет после музыкальной паузы. Я это обосную. Опять в этом виноват. А кто? Вот это вот гордыня. Понятно. Ну что, ставим песни, которые ты прислал для этого эфира. Сразу поясняю, что эти песни прислал Анатолий Михайлович, поэтому я их ставлю, поскольку он просил их ставить, я их ставлю. Включаем? Да. А потом, значит, ты нам разъяснишь, как теперь с этим бороться и нам всем дашь, как доктор Айболит, некие вкусные пилюли, которые нам помогут избавиться от этого вируса. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напомню, напомню, что сегодня у нас на одном из современных календарей 3 марта 2016 года четверг, на одном из старинных второй день месяца пробуждения природы, а смится 7500 24 лета. Первородный грех. Что же это такое? Такова тема сегодняшнего нашего эфира. И главный сведущий, сведущий ратник Анатолий Михайлович. Анатолий Михайлович, ну что ж, давай нам всем как обещанную пилюлю, как говорится, пилюля с жадностью, это побольше и сразу. Как нам избавиться от этой дряни, которая у нас вот внедрилась? Я уже говорил раньше, что мы должны осознать, что мы являемся богами. Надо просто себе сказать, что я бог. Бог? я уже говорил, это безусловная основополагающая гармония. То есть мы должны гармонизировать себя внутри. То есть привести все свои чувства в нейтральность. Как это можно сделать? Тогда вот этот вот когда ты сделаешь, тогда у тебя не будет негатива. Ты будешь на все излучать из себя любовь и на все, что ты видишь. Ты будешь смотреть с любовью, потому что мы смотрим на окружающий мир, это божественный мир. Это все, что создал Всевышний Создатель. Он это все создавал с любовью. То, что мы тут превратили, это то, что мы здесь в себя увидели. То есть мы должны во всем вокруг видеть себя. Когда мы видим себя, значит, и мы любим себя, мы же любим себя любимого. тогда мы должны и во всем окружающем видеть себя, и видеть эту любовь. Если ты где-то что-то осуждаешь, где-то ты увидел что-то, какой-то негатив, это значит ты увидел негатив в себе. И тогда прощай любовь, ее не будет, потому что не будет гармонии у тебя внутри. На все, что ты видишь, ты должен это все увидевши простить. И полюбить, как себя. Ты сгармонизировал себя, ты начинаешь гармонизировать пространство. Когда ты сгармонизировал себя, когда ты на все смотришь с любовью, когда ты во всем видишь любовь, то есть видишь везде божественное пространство и ощущаешь себя, что ты частичка этого пространства, что ты Бог и вокруг везде, везде это боги, ты их любишь, Ты посылаешь им любовь, то и тебе возвращается любовь обратно. Гармонизируешь, тогда уже не будет тагатыни. Она исчезнет. Почему? Потому что ты гармонизировал себя внутри. Привер все в нейтральность. Вот одна единственная пилюля сладкая, которая нас может избавить. От именно этой гордыни. Потому что везде, как то, как где-то ты увидел негатив, и не дай бог ты этот негатив начинаешь осуждать, ты этот негатив увидел в себе, и осуждать начинаешь себя. Ты начинаешь разгармонизировать себя внутри полностью, разлад идет. И тогда один из тех пунктиков гордыни у тебя начинает расти. Ярким цветом. А когда ты во всем видишь себя, видишь везде, вокруг себя, себя ощущая, что ты бог, и вокруг тебя боги, то и пространство меняется. Мы это на себе ощутили. Мы это тоже прошли на практике. Пример просто приведу. Когда пришел к одному чиновнику, приехал в Архангельске, пришел к одному чиновнику. Сидит злая, как говорится, ну, знает, намотанная туда все полностью. Садишься, начинаешь с ней разговаривать. И взглядом, то есть ты начинаешь ей посылать любовь. Когда ты видишь в ней, как она страдает, и ты прощаешь ее, посылаешь прощение, сам просишь прощение, посылаешь любовь, она меняется. Человек тот меняется. И на тебя уже смотрит, и тебя отвечает совсем другими энергиями. Как говорится, другая уже пошла в нее вибрация. То есть я с собой, своей любовью, я гармонизирую это пространство. И это надо осознать и научиться делать всем. Тогда ты победишь эту гармонию. А чтобы это все ты осознал и смог это сделать, надо получить знания. Осознать эти знания. Мало их осознать, а применять на практике. Тогда все получится. Вот это та сладкая пилюля, которую я даю каждому. Дарю каждому. Хорошо. Значит, давай тогда перейдем к вопросам от наших радиослушателей, которые здесь накопились уже в достаточно большом количестве. Я думаю, что кое-что все-таки мы уже раскрыли с тобой в нашей беседе, но поскольку они есть, то будем их зачитывать. Но прежде чем начать зачитывание, я задам такой даже не вопрос, нет, реплику такую запущу. Ты знаешь, вот слушал то, что ты говоришь, и постоянно себя ловил на мысли, где-то это я уже слышал. Кто-то мне об этом уже рассказывал. Приходили тетеньки, как правило, подвое-потрое ходят с книгами различными. Проходил мимо красивых строений, где сияют наверху купола золотом покрытые. И встречался с людьми, которые намеку молятся и так далее. И, в общем-то, одно и то же я от них слышал и во многом согласен. Заходил в какие-то структуры, где люди себя называют кто-то богами, кто-то ясновидящими, кто-то еще как-то, которые почему-то принято называть сектами. И там тоже об этом же говорят. Там говорят о смирении, говорят о любви, говорят о божественности, говорят о том, что надо все принимать как есть. Под разными соусами. Но все это уже сказано и не один, и не два, и не тысячу, а может быть даже и миллионы, и миллиарды раз. В чем разница между тем, что излагаешь ты, и между тем, что и я неоднократно слышал, и многие из наших радиослушателей уже много-много раз, наверное, слышали? Как бы сказать, дело в том, что вот говорить мы все, а вот делать, потому что между словом и делом – это две большие разницы. Мы не только говорим, вот я, я еще и делаю. Так, а что, например? Вопрос, если я говорю, дело в том, что вот смотри вот по мне, сейчас просто, как говорится, моя ситуация. То, кем я был 20 лет назад, в 90-е годы, да, и тем, кем я стал сейчас, то окружение, которое было у меня тогда, даже еще в начале 2000-х годов и сейчас, совсем иное. Тот взгляд на мир, который у меня был в то время и сейчас, совсем иной. У меня сейчас практически нет врагов. Ну, по крайней мере, я их не вижу. Может, просто зрение слабо? Такая шутка. Нет, ну, понял. Прозовый, почему? Потому что я своим поведением, я своим мыслеобразом просто никого не обижаю. Хорошо. Просто так, чем занимаемся мы вообще полностью, что мы делаем? То есть, вооружившись теми знаниями, которые есть, и, да, еще тут, как говорится, реплика, на твою реплику говоришь, вот все кричат, говорят, что они боги. Я еще объяснил. Приходили ко мне эти товарищи, которые проходят по свидетелю, свидетели, которые по делу Иегову приходят. Я даже прошу, то, как я с ними общался раньше, и какая была реакция. И какая, как общаюсь сейчас с ними я, и какая сейчас реакция. Некоторые, как говорится, товарищи со свидетелей, ну, пока втихарят, они уже начали, как говорится, получать информацию, ее почитать, и приходить общаться, это совсем другое. Одно дело говорить, что я бог, а другое дело делать. Ведь смотри, орут везде дерьмократии. Начиная от полосатых товарищей и заканчивая цветных в Европе. А кто больше всего крови пролил? Везде кричат о человеколюбии. А кто больше всего, как говорится, людей убил? То, что в этих заведениях красивых, одеты в красивые светящие одежды, говорят красивыми словами, а последнее время, как говорится, говорят все вышестоящие товарищи, именно словами с откровений, это одно. А делать совсем другое. Ну, понятно, слова и дело, это понятно, разница. Вот именно, вот и все. Хорошо. Хорошо, хорошо. Давай, сейчас не будем затягивать, возвращаемся к нашим вопросам уже. И вот давай постараемся коротко, четко, не вдаваясь в такие обширные пространные рассуждения, отвечать на эти вопросы. Вопрос от Владимира Измытича. Анатолий Михайлович, вы очень хорошо проработали фрактальную структуру божественного мироздания. Но это теория. А как насчет практического применения этого знания? Можно ли вылечить болезнь человека, заключить мир между врагами, накормить голодных, помочь бедным встать на ноги? Значит, конечно, можно. Вылечить человека элементарно, просто все знаете, что все болезни от головы. Любая болячка, это именно дезгармония твоего внутреннего состояния. Все. А рак, это именно кармическая болезнь. Это именно наказание твоего поведения. Поэтому, раз, второе, накормить людей возможно. Когда ты им объяснишь, кто он есть, что он не раб Божий. И что он должен делать. Что он должен делать. Не тростись, не бегать, именно поклоняться золотому тельцу и гнаться за мамоной. А духовно совершенствоваться, себя, познать, кто ты есть на самом деле, а не существо, произошедшее от обезьяны полностью. Да ты и накормишься, ты и сыт будешь. Хорошо. Следующий вопрос, Ангварь. Откуда взялся этот текст, который от лица Люцифера? Какой текст? Ну вот, там упоминается, Люцифер это сделал, то сделал, там апелляцию, просьбу подал и так далее. Откровение людям нового века. То есть, это не лично Люцифер передавал, это уже передача? Нет, нет, это все, это передача идет именно от Творца, Отца Абсолюта, или Высший Космический Разум, или Рамха, кто как называет его полностью. Это именно оттуда идет, это тексты, именно его. То есть, все вот эти, которые я зачитывал, тексты, я там же даже говорил, именно какой год и какой стих, именно с какого послания. Хорошо, следующий вопрос от Владимира Азматича. Анатолий Михайлович, вот я на тысячу миллионов процентов уверен, интересно, где такие он взял, что мир, в котором Вы вместе с Алексеем сейчас ведете радиопрограмму, мир, в котором идут войны, рождаются, умирают люди, возник в момент моего рождения, развился и умрет вместе со мной, в тот самый момент, когда у меня иссякнут силы, поддерживающие мое сознание. Вы все растворитесь в бесконечном забвении, как ложка кристалла сахара в океане. О какой такой программе и о каких конфигурациях Вы говорите? Ничего этого нет. Весь мир – это отражение меня во мне самом. Что Вы на это скажете? Он сам ответил на свой вопрос. Весь мир – это его отражение. Что он воспринимает, он такое и получает. Что я могу ему еще ответить на этот вопрос? Это мы тут чуть-чуть, его отражение что ли, да? Вот, и он же такой, я только понять не могу, какая программа и какая конфигурация Вы говорите. Я вот эту, по-моему, о программе я не говорил, тем более конфигурация никакого. Ничего этого нет. Весь мир – это отражение меня во мне самом. Он сам ответил. Я же говорю, есть муха, которая смотрит, а есть пчела, которая смотрит. Они на одну-то самую вещь смотрят, но видят все по-разному. Так и здесь. Понятно. Я как-то себя ощущаю персонажем из мультфильма. Там звери, которые все время возмущались, что их ягненок посчитал. Ой, он теперь меня посчитал. Я другой мультфильм проведу про енота, малыша, которого мама послала на реку. За Сокой. За Славкой Асокой. Кого он там увидел в колодце? В пруду он увидел. Ну, в пруду. То же самое здесь. Хорошо, ты будешь енота, а я буду так, который говорит, какой енот? В пруду сидит злая обезьяна. Так, вопрос от Владимира Изматища. Анатолий Михайлович. Существует ли возможность создания машины времени для перемещения материальных объектов или создания сознания в прошлое? А зачем? Зачем? Не знаю. Вот он написал, что он поедет, будет нас в пути слушать. Поэтому он не ответит, наверное, сейчас, что зачем. Но вот он задал такой вопрос. Ну, интересно человеку в прошлом или в будущем побывать? Он в нем побывает. Когда он перейдет, как говорится, в тонкий мир, он там увидит свое и прошлое, и будущее, и все сразу. Потому что время – это только здесь, в материальном мире. То есть, в плотном плане. В тонких мирах времени нет. Харийскую арифметику пусть, как говорится, изучит. Просто хотя бы ознакомится. Там пяти, шести, восьмимерное пространство. Там рассказывается все. Почему, куда и как. Ты прямо такие вещи говоришь, что сразу приходит на мысль такое высказывание, поговорка. Ах, если бы юность умела, ах, если бы старость могла. Вот когда тебе будет вот столько-то, и ты уйдешь отсюда, а то дерево расцветет, как там, вы помните, да, там, сухое дерево расцветет. Такого, в принципе, вопрос просто, ну, в смысле, здесь отстоит. Сколько тебе лет? А лет мне не сколько там записано в паспорте, в календаре, а мне лет сколько, насколько я себя чувствую. Правильно? Какое ощущаю? Я сейчас духовно себя ощущаю очень молодым. Понятно. Мы такие шалунишки. Ладно, давай дальше. Вопрос от Владимира Измытиевича. Продолжение. Антон Михайлович, я считаю, что некое сильно возгордившееся лицо построило на некой мелкой планете генетическую лабораторию для клонирования себя самого. И после серии почти удачных экспериментов расплодило своих клонов, клоунов, которые три с половиной тысячи лет назад атаковали нашу Землю. Это возгордившееся существо и есть Люцифер в нашем понимании. Да. Сейчас смотри, какое точное. Почему три с половиной тысячи лет, а не 3585 лет? Или не 2900? А он, нет, а он так это округлил. Вот так вот смотрит по полностью. То есть, он считает, ради бога, пусть считает. Ну, слушай, ну что мы там будем годам придираться? У нас там миллионы, миллиарды лет. Нет, он же здесь сказал, я считаю. Раз считает, пусть считает. Я-то здесь присутствую. Но он округлил, он запятую перенес чуть-чуть. Как я ему могу ответить, как я ему могу ответить на этот вопрос? Я, допустим, я не знаю ответа на этот вопрос. Ладно, хорошо, давай упростим. Говорить ни о чем. Там начинать сейчас приводить пример, как говорится, и Анунаки, и то, и другое. Зачем? Нет, давай так, Анунаков к Анунакам. Это пускай там. Давай так, упростим вопрос. А правда ли то, что Люцифер, вот по его мнению, как он выражается, несколько тысяч лет назад или какое-то время назад, давным-давно, создал армию своих клонов для того, чтобы эти клоны-клоуны здесь вот атаковали нашу планету. Вот упростим. Как ты думаешь? Ну, я, честно говоря, не в одном источнике, который я знаю именно, чтобы какие-то клоны атаковали планету. Я знаю, это вижу, это подтверждает многие источники, как и ведические, так и другие ведические. И это мы видим на лицо, что вот именно кроме нашей цивилизации людей, есть еще цивилизации других людей. Вот они здесь на нашей земле и живут. Со многими мы уже, как говорится, перемешались. Говорится, ну, это есть то, что есть. А то, что кто-то там склонировал, которые атаковали и что-то сделали, ну, не знаю. По крайней мере, у меня такой информации нет. Ну, мы с тобой уже как бы договорились, что именно выражение первородный грех, это взято с Библии полностью. А, ну, как же выяснили, что именно гордыня для нас, в принципе, это грех, а не какое-то там яблоко. И что она появилась вот именно тогда, когда вот появилась, когда вот этот вирус Люцифер создал, как говорится, привил в свое время нам, и оно передается, как говорится, с поколения в поколение. Дальше Виталий задает вопрос. Разве душа, которая попала в чистилище, не попадает в тот мир, который она себе создала? Ну, про чистилище-то очень хорошо написано, по-моему, в Книге Света, я сейчас точно не помню, или в Птице Гамаю, по-моему, в Книге Света, где-то мы конкретно скажем, то есть душа, которая набрала здесь кармически, то есть пошла не по светлому пути развития, а именно набрала много грехов, то есть низких энергий, она упала в чистилище, то есть ниже, но всем, как говорится, да, сейчас там очиститься и дождаться того своего момента, когда ему, до того еще шанса, еще раз воплотиться здесь в мире людей, чтобы получить шанс себя совершенствовать. Вот и все. То есть, если брать, как говорится, ну, в смысле более понятным, то есть ты сдал экзамен после первого класса, отличники, хорошисты пошли там во второй, в третий класс, да, самый, кто-то, как говорится, двоечник вернулся в первый класс на второй год, а скажем так, откровенный там единичник, который нули получал, будь доб, сначала сходи обратно в садик, подавительную группу, подготовься там, все, а потом придешь в первый класс. Ну, если так, просто утрированно говорить, чтобы было более-менее понятно. Итак, к сорока годам он закончил, наконец-то, детский садик и отправился во взрослую жизнь, минуя школу. Хорошо, следующий вопрос от Владимира Измытища. Анатолий Михайлович, мой покойный кот, когда воровал на соседском балконе носки, с явной гордостью нес их мне. Получается, животное тоже подвержено действию вируса гордыни? Я даже не знаю, как и ответить на этот вопрос. Это уже, я считаю, это уже, как говорится, вопрос такого плана, типа, прикалывается человек. Ну, просто, ну, вот веселый он такой, решил приколоться. Я так думаю, эх, соседей-то у меня много, и носков на балконах много болтается. А вот кота такого умного нет. У меня, сам, не у меня, у моих родителей был кот Цицерон. Мы его называли вообще вор в законе. Вот этот кот уником в чем заключалось? Вот мама, когда варила кролика, вот самый в кастрюле, в кипящий, вот можешь представить, он залазил на газовую плиту, лапой отодвигал крышку, с кипящей воды выкидывал кусок мяса, полностью закрывал крышку и с гордостью ел, потому что знал, что его не поругают, а похвалят, потому что коты такого не делают. Тоже гордыня. Да уж, коты любят это делать. У меня такое складывается вообще впечатление, что если вы завели себе кота в доме, то в этом случае вы становитесь уже не рабом Господа, а рабом кота. Хорошо, следующий вопрос. Прошу прощения, раз зашли про котов, очень хорошо бы предлагали опять всем прочесть именно северные сказки, там именно зачем Всевышний создал кошку. Там как раз хорошо про кошку все расписано. про котов. Ладненько, Данилова вопрос, здравия с ведущим. Антон Михайлович, в вашей структурной схеме первородный грех гордыня равна высокомерию, то есть перекос в отрицательную негативную сторону, это так? Пусть посмотрите схему именно, что такое гордыня. Там перекосы в одну и в другую сторону расписаны. Гордыня – это симбиоз всех этих перекосов. Давай дальше. Я бы по-другому называл гордыню, это народом называет это жаба. Самый страшный и непобедимый зверь на земле. Скольких уже задушило, да? Да не говори. Эдуард, вопрос в эфир. Почему вы считаете, что выполнение задачи данной при воплощении нами богини есть гордыня? Не понял вопроса. Еще прочитать? Помедленнее или попонятней? Помедленнее. Я записываю. Значит так. Эдуард задает вопрос. Почему вы считаете, что выполнение задачи данной при воплощении нам богиней есть гордыня? По-моему, я такого даже не говорил. Не то, что не считаю. Не, а он отталкивается от того, что если нам богиня дает, то в этом случае есть предназначение. Я там сказал, что именно как это, в смысле, как передается вот именно схему хотел показать именно и свет, то есть что мы знаем, что при рождении нам богиня Джива, ну это свет, дает матрицу души, которая разделена на 4 части и в каждую часть закладывается непосредственно определенная информация. Вот в первую часть туда и закладывается, то есть вместе с той информацией как раз переходит именно карма, то есть вот эта гордыня туда, вот и все. Ну, кого, сколько и как, это по-разному, потому что каждый к этому идет по-разному, я уже говорил. В кого-то там 2,5 тысячи воплощений, в кого 2 тысячи, в кого 300, а в кого всего там 2 или 3 воплощения. Это все везде, всех по-разному. То есть вот так, а то, что именно карма, вернее, гордыню передает, чтобы именно, не знаю, я такого не говорил, по крайней мере. Виталий задает вопрос. Тому же лицу Феру могли это нашептать на уши, восстать против системы? Можно вопрос Виталию, а кто ему нашептал? Вот я тоже сижу, думаю, так, как конкурент такой появился у Всевышнего, другой Всевышний, и такие две группировки там между собой стали там. Оттуда пришел товарищ, говорит, слушай, тут пахан мой передал, чтобы ты своему пахану там вилку сделал. Ладно, давай дальше. Миколаевич, почему-то все время пишет мне, не мне написать вопросы, а главному соведущему. Здравия! Вопрос в эфир. Что такое гордыня? Как это использовать гордыню? В каких действиях она заключается? Ну, я тут одно единственное, видимо, он не видел этой схемы. Когда он ее увидит, он там все поймет, то есть он все сразу вопрос, ответ на свой вопрос найдет. Хорошо. И еще не с чата мне прислали в личку, поэтому зачитаю. Может сослаться ратник на первоисточник или на конкретного контактера, или это он сам? То есть с Абсолютом кто общается? Я же сказал именно, что всю информацию я взял с откровением людям нового века. Полностью. Пусть он там возьмет. Там все расписано, там все написано, там все есть. Ну, тогда, наверное, стоит уточнить. Откровение людям нового века, оно что, возникает, как скрижали в воздухе, их просто оттуда забирают, или все-таки кто-то их чертает? Нет, вы же, то есть, да, есть, есть контактер, то есть человек, которого именно Отец Абсолюта Всевышний выбрал и которым передает эту именно информацию. Он ее получает, эту информацию, как говорится, и в письменном виде передает нам. Вот и все. Михайлович, ты мне по секрету раскрой, я вот немножко не врубаюсь, честно говоря. Если Абсолют все-таки он всемогущий? Ну, Творец, по-моему, а кто выше Творца есть? Всемогущий. Он, наверное, везде проникнуть может, да? То есть для него нет преград вообще никаких? Нет, конечно. Тогда такой вопрос. А почему выбран один контактер, а не просто-напросто каждому, вот из нас с тобой, вот сейчас, например, сидим так, он думает, дай-ка сейчас я вот так раз и всем вот эту программочку чуть-чуть подправлю. Чуть-чуть, не так, чтобы за них все сделать, чуть-чуть подправлю, чтобы они вот получили эту информацию напрямую. Ведь для него это даже шептать не надо, просто поставить перед собой цель. Даже пальцами щелкать не надо. Леш, ты видишь, имея в виду третьим глазом? Зачем мне третий глаз, если со мной общается существо, которое на этот третий глаз и даже обращать внимание не хочет. Оно может проникнуть туда, куда даже мой третий глаз проникнуть, даже представление, которое... Послушай меня, то есть ты не видишь и не слышишь. Я тоже не вижу и не слышу. Он там тот, тот, то есть человечество в основном не видит и не слышит. Какие преграды для Всевышнего в этом случае, которые вездесущие, всемогущие. Объясню. Сейчас объясню. То есть, да, на самом деле, Творец сказал, что без моего ведома, без моего ведома, даже волосок за головой человека не падает. То есть, все, что делается, происходит с человеком, это причинно-следственное действие непосредственно. Есть тоже контактеры, он же не один, их много, которые тоже получают информацию. Но когда человек получает информацию, а он не подготовлен, не готов, как у нас говорят, или с ума сходит, или начинает образовывать свою секту. Нет, ты не ответил на мой вопрос. Я тебе отвечаю вопрос. Поэтому, вот на месте, как говорится, вот ты находишься на месте Творца. И ты знаешь... Ты мне льстишь, ну ладно, хорошо. Ну подожди, ты знаешь, что вот есть вот этот сущный, который я сейчас дам информацию, но ты знаешь, что он с этой информацией будет делать, он не будет искажать. Он будет ее использовать через гордыню, во благо себе, а не во благо всех людей. Ты будешь ему давать эту информацию? Нет, конечно. Буду, буду. Знаешь почему? Объясню тебе. Смотри. Нет, подожди. Вот теперь, прежде чем поставить музыкальную паузу, давай скажу так. Вот смотри, передо мной находится 10 человек. К примеру, я знаю ту истину, которую надо до этих 10 донести. Они стоят все передо мной. И я, боясь того, что если я каждому из них эту истину сообщу, я иду только к одному и на ушко ему шепчу, чтобы не дай бог кто-то другой из этих 10 услышал, все эти 9 не должны об этом слышать. Я ему шепчу на ушко. И он дальше по моей команде начинает каждому из них эту мысль доносить. Вопрос. Где больше вероятность искажения? Когда я непосредственно каждому из 10-х это говорю, непосредственно я лично, зная их мысли, зная, упадет у них волос, не упадет и так далее и тому подобное. Или тогда, когда один человек пытается каждому из них, многое неведая из того, что вообще я знаю, пытается донести мои слова. Я тебя понял. Давай музыкальная пауза. После музыкальной паузы я тебе отвечу на этот вопрос. Давай. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 3 марта 2016 года четверг, по одному из старинных второй день месяца пробуждения природы, а смится 7524 лета. Мы говорим о первородном грехе. Что это такое? Главный сведущий Ратник Анатолий Михайлович. И сейчас мы отвечаем на вопросы наших радиослушателей, а между ними так вот между собой очень дискутируем. Я задал вопрос до... Давай я напомню, вот передо мной, как перед создателем стоят 10 человек, и вместо того, чтобы каждому из них сообщить какую-то очень важную новость, какую-то корректировку, боясь того, что они, каждый из них может что-то исказить, я подхожу к одному из них, у которого более разве третий глаз, антенна, то есть, или там самое лопоухое ухо, и туда ему эту новость вкладываю и говорю, а теперь, дорогой друг, вот этим девяти расскажи то, что я тебе сказал. Вот я здесь логики не вижу. Ты до этого говорил, что, ну, просто боязнь, что исказят, и поэтому дают именно тем, которые готовы воспринимать и отдавать. Вот отвечай теперь, почему так? Не боязнь, просто я же говорю, поставь себя на место Творца, да, когда ты одновременно, ты же не человек, ты одновременно видишь прошлое, настоящее и будущее, да, и когда с этих десяти ты знаешь, что дал информации, кто как себя поведет с этой информацией, зачем я буду давать информацию тем, которые эту информацию используют во вред. И себе, и окружающим. Это на практике мы проходили не один раз. Известно нам, мы знаем об этом, это вот катастрофа 13 тысяч лет назад вселенская, когда вот четвертый раз цивилизация как бы исчезла, да. И второе, по крайней мере мне неизвестно, информации у меня нет, то, что было 7 тысяч лет назад. То есть до того, как наша уже пятая цивилизация, мы, гипербореи люди, имели те знания, которые мы могли строить пирамиды, строили Афины, Бельбек, Питер. Ты уже в курсе знаешь, что Питер не Петруша, который Великий построил, а построили наши предки, тогда еще, дольше. А потом почему-то какая-то, когда еще река Волга, когда в то время называлась Ра, впадала не в Каспийское море, а в Азовское, ну в смысле в Черное море, повернулась. Что произошла катастрофа? Почему? Почему шумерская цивилизация, как говорится, рухнула? Что было? Что произошло? Видать, ту информацию попала не в те руки, не в хорошие, не в добрые руки, что пришлось сделать это еще раз, как говорится, так сказать, микрокатастрофу, мало того, что-то, и отнять у нас вот эту вот память. Я тебя понял. Хорошо. Я отвечаю тебе. Если бы я был Всевышним, а не неким тупеньким, нарисованным где-то там на облачке сидящим, то я не стал бы давать тем, от которых может произойти такие неприятности для Земли, для цивилизации, а я дал именно бы напрямую тем, кто это готовы использовать во благо, а не стал бы искать, например, одного или двух посредников. Например, переносим от десятерых теперь к десяти миллионам или десяти миллиардам. Вот живет огромное население разных, так сказать, национальностей. Там есть те, которые по светлую сторону играют, там есть те, которые по темную. Я вижу, что темное сейчас превалирует. Я им не передаю информацию, которую они могут во вред использовать, а я именно обращаюсь непосредственно ко всем своим, которые играют на светлой стороне, и даю им корректировку. Скажи, пожалуйста, ты можешь каким-то образом скрыться от Всевышнего и свои мысли, свой мозг и что-то еще спрятать от него? Нет, не можешь, просто чай, да, нет, не можешь. То же самое и твое окружение из добрых людей тоже не могут. Так вот, вопрос, зачем мне, как Всевышнему, обращаться к посреднику, чтобы он тем, которые уже к этому посреднику пришли, начал что-то доносить со своими, может быть, какими трактовками, домыслами, изменениями, может быть, ошибся где-то, может быть, там буковка неправильно написана, но мало ли что бывает. Я непосредственно из 10 миллиардов выбираю, грубо говоря, 1 миллиард или пускай 100 тысяч и непосредственно им даю. Мало того, поскольку я Всевышний, я знаю, что еще уровни развития совершенно разные. Вот, например, из этих 10 миллиардов всего 100 человек понимают вот так, я им даю информацию в таком виде. 10 тысяч вот на этом уровне, я им даю информацию в этом уровне. Вот эти вот миллион, они вот на этом уровне, я им даю информацию в этом уровне. Миллиард вот так вот, а остальных я не трогаю, пускай копошаться. Я же Всевышний, для меня нет никаких преград, как и по передаче информации, так и форме передачи информации и выбору тех, кому передать. Ведь я, если управляю волоском на голове каждого человека на земле, что мне стоит тогда непосредственно прямую каждому или передать, или не передать. И если передать, то в каком формате, в каком объеме информацию? Зачем мне нужны посредники в этом случае? Или я являюсь не Всевышним тогда, а неким персонажем? Можно вопрос? Конечно. Что ты подразумеваешь под словом посредник? Посредник, тот, который получает информацию, стоит посередине, между тем, от кого он получает, и теми, кому он передает. Потому что называется посредник, то есть посередине. Вот тебе отвечаю. Сколько лет уже идет информация, как говорится, через адаптера Леонида Ивановича, то есть с четвертого года, сейчас уже 2016, то есть 12 лет. Так, ну замечательно. Кто как говорится, знаком с этой информацией, кто ее изучил, кто ее, как говорится, принял себе к сердцу душевно, и кто ее, и кто ее начинает пользоваться, то есть знает, что информация эта дается именно постепенно, маленькими порциями. Почему? Потому что в самом начале мы сказали, условия силы сдерживания вместе с силами тьмы создали здесь наши цивилизации такие, что практически все, практически почти все люди, так сказать, поражены уже в этом вирусом, метастазами уже не четвертой степени, наверное, там, десятой степени, то, что сейчас происходит в мире. И он начал давать, то есть пока выбрать, кто не поражен, это же не так выбрать, подготовить его, что зная, что именно этот человек будет принимать информацию и без искажений передавать дальше, даже для него стоило огромных трудов. Но это еще не все. Сейчас, то есть в нашем движении, чтобы создать вот эту вот, как говорится, группу 300 спартанцев отобрать. Сколько надо времени? Почему? И то еще полностью не собрать, там всего 412 человек. Почему? Из огромной массы, как ты говоришь, многомиллиардной. Да потому, что гордыня это так всех захомутала. Так всех съела. Так все зашлаковало нашу память, что пробить не можем. Понял тебя. Собрать нельзя, поэтому кому ты сейчас дашь, я говорю, возьми, ты говоришь, я вот 10 человек, и что они сделают? Анатолий Михайлович. Еще одну супербомбу придумают. Анатолий Михайлович, все, я понял. Просто мы говорим о разных всевышнях. Я говорю о всевышнем, всемогущем, для которого не труд даже миллиардам, миллиардам, триллионам что-то передать. Не забывай одну маленькую вещь. В самом начале говорил, именно условия вот этого эксперимента. Он дал каждому нам свободу выбора. Я тебя понял, я как всевышний не нарушаю эту свободу, я просто делаю информацию. Право нарушать, поэтому он зная, что у тебя есть, как говорится, свобода выбора, то есть или к светлым, или к темным. Так я же тебе про это сказал. Ты видимо не слышишь меня, ты видимо меня не слышишь, извини, пожалуйста. Я тебя слышу, может как говорится мы немножко по-разному объясняем. Я тебе говорю, когда я вижу человека в прошлом, в сегодняшнем, в будущем, и каждого считывая, зная, что он с этой информацией сделает, если именно ему сейчас дать ее, то я не даю, я именно даю тому, который может ее взять без искажений, передаст этому человеку, чтобы он подготовился, подготовил свое сознание, подготовил свою, как говорится, душу, то есть гармонизировал себя, чтобы получить информацию. Вот про что. Ну хорошо, он сам получил. Нет, я понял, он сам получил. Дальше, что он с этой информацией делает? Он ее распространяет? Он ее передает нам. Так, вот, значит, все-таки есть те, которые готовы принимать эту информацию? Так почему же нужен посредник для того, чтобы просто непосредственно... Подожди, подожди, дело в том, что мы-то получаем как ее? Опять через сайт, то есть, ну, в смысле, где выкладываться? Потому что я еще не могу... Зачем мне Всевышнему нужен какой-то сайт? Зачем мне нужны какие-то посредники или человеки, или сайты? Еще раз говорю, а как я лично, вот я получу, если я глухой? Я не слышу его. Стоп, для меня, как для Всевышнего, сделать тебя зрячим, сделать тебя неглухим и каким-то еще прирастить тебе ногу, руку или что угодно сделать, это не проблема, иначе бы я не был Всевышним. Мы с тобой говорим о разных Всевышних. Ты говоришь о том, который ничего не может... Ты знаешь, о чем сейчас говоришь? Ты говоришь о том, как говорится, Емелия, который лежит на этом самом, на печке и говорит по щучьему велению, по моему хотению. Нет, я не правильно... А здесь надо самому встать, пойти. Нет, подожди, стоп, ты же уже встал, и 300 спартанцев уже встали. Я говорю про то, что вот эти 300 спартанцев, я же знаю, кому передавали. Ты смотри, сейчас какая ситуация происходит, да? Да. Это как ученики в школе. Знания все получили, но экзамены еще не все прошли, не сдали. Я тоже еще экзамен не сдал. Да при чем здесь это? Я же знаю, что ты сдал или не сдал. Вот смотри, мы говорим опять же про разных людей. Ты говоришь... Это знание, в основном смысле, вот эти экзамен, это не то, что думаешь, что там будет сидеть какой-то дядька, я прихожу, тащу билет и отвечаю, нет, а именно, это твое внутреннее совершенство. Это все уже, наверное, прекрасно знают, наши радиослушатели. Ты, видимо, не понимаешь, о чем я тебе говорю. Знать одно, а выполнять, это совсем другое. Михалыч, как жаль, что я не Всевышний. Я не могу четко изложить мысль, чтобы ты ее понял. Да я тебя понимаю. Вот смотри, какая ситуация, еще раз говорю. Я прекрасно знаю, я прекрасно знаю, что есть тот человек, который готов вообще вот мыслить, видеть, чувствовать, у нее там этих третьих глазов, куда ни посмотри, везде третий глаз. Вот любым местом готов чувствовать. В то же время есть люди, которые вот эти 300 спартанцев, которые уже проснулись, которые уже понимают и так далее. Есть, что миллионы еще недоспартанцев, которые на печах сидят и думают, что хорошо бы что-то сделать, но не знают как или, может быть, стесняются. Остальные миллиарды, они и не спартанцы, и даже на печенье сидят, они в болоте валяются, им хорошо и тепло и уютно. Так вот, если, послушай, фраза ключевая, если я Всевышний, а как мы с тобой условились, для Всевышнего нет преград ни в чем. Он всеведущий, всемогущий. Я могу доносить информацию, не нарушая свободы воли, свободы выбора и доносить ее в таком плане и в таком виде, что ее может понять любой, в том числе и тот, который уже весь в третьих глазах и тот, который в болоте сидит. Вот я могу, не нарушая свободы воли, тем, кто проснулся, не беря тех, кто в болоте лежит, те, кто проснулся, я просто даю вот эту всю информацию, которую бы они должны были получить в нужном объеме и количестве, просто так вот, раз, и она у этих миллиона есть, дальше я даю тем тысячам, которые уже спартанцы, раз, и она уже есть в том объеме, в том качестве, который есть. И вот этим вот, которые сейчас в третьих глазах, раз, и для них тоже информация есть. Для каждого информация канва общая, подача чуть-чуть разная, у кого-то больше, у кого-то меньше, но она одновременно всем пришла. Я Всевышний, я всемогущий, мне не нужны усилители, интернеты, клавиатуры, радиочастоты, операторы, там, кто там еще, не нужны. Я всемогущий, и я знаю, как правильно кому сказать, как шепнуть, как какую-то мысль подвести, чтобы человек понял так, как надо, именно с точки зрения развития договора, который есть. Я тебе понял, что ты хочешь сказать, я тебе не смогу ответить, потому что ты так, ну, в смысле, чтобы ты понял, я тебе просто посоветую, вот, именно на этот вопрос ты получишь ответ, когда прочитаешь два послания. Это за 23 даже, за 21, 26 и 29 февраля. Как раз то, что ты сейчас задал вопрос, там есть ответы. Хорошо. Я просто-напросто, как бы, ну, как тебе сказать, ну, по-своему отвечу. Он дает сейчас информацию всем, но, эту информацию не слышат и не хотят слышать. Просто. Все. Я тебя понял. Не всемогущий. Понял. Он не может донести. Вопрос. Почему? Потому что, если ты, это самое, знаешь, ну, в смысле, сейчас же информация везде идет, что уже полтора месяца, как портал сейчас напрямую открыт, и каждый человек, который проснулся или хочет проснуться, хочет услышать, он услышит. Я не буду говорить, что со мной происходит, как я это воспринимаю и что я вижу. Это не надо. Это мое личное. Понимаешь? Но тот, кто хочет, тот получает в том объеме, которым он сейчас заслуживает. Я получаю в том объеме, которым я сейчас заслуживаю. Все, я тебя понял. Я понял, просто, еще вопросы есть, чтобы нам не то... Я понял, что мы с тобой говорим про разных абсолютов, мы с тобой говорим про разных всемогущих и так далее. Ты просто говоришь про Емелю. Нет, я говорю не про Емелю, я говорю про того, кто на самом деле называется всемогущий, всезнающий, вездесущий и так далее. То есть, всевышний, который называется, для которого нет преград по передмещению, по продвижению. Буду просто-напросто, вот так сейчас, ну, сегодня, завтра так на досуге, вот эти три послания, ну, февральские, просто-напросто прочти. И там все ясно, там как раз о всех, о том, что ты говоришь, конкретно написано. Хорошо, идем дальше. Следующая, значит, реплика. Что ты можешь сказать, так, нет, много ты знаешь тех, кто по методологии, которую ты изложил, про гордыню, стал богом или хотя бы асом? Будь добрый, еще раз я не врубился. Ну, то есть, можешь ли привести примеры, достигших уровня бога или аса, по той вот методологии, про которую говоришь? Конечно, могу. Пусть он со мной свяжется, я его даже познакомлю с этими людьми. Так, ты помнишь, там у Васильевич меняет профессию, очень приятно, царь, царь, это будет бог. Серьезно. Хорошо. Один из таких людей, который я считаю своим другом и, как говорится, духовным, как бы, учителем, который меня познакомил с откровением, который мне, как бы говорится, заставил, как говорится, читать эти откровения не только глазами, но и сердцем, и тогда я понял смысл. Этот человек не только видит, слышит, он может перемещаться в другие реальности, он может посетить Марс, Солнце, ну, в смысле, другую планету. Для него это не составляет труда. Я знаю... Михалыч, по блату, по блату, познакомь меня. Я открыт, пожалуйста, ко мне, в чате, там я везде есть. Понятно. Как тебе повезло с богами вообще, с друзьями тебе везет, ты конкретно, ты блатной. Я же тебе говорю, подобное притягивает подобное. Молодец. Ладно, еще три вопроса у нас есть, это может еще появиться в чате, я пока еще не смотрел. Так, Ярагор, вопрос в эфир. Анатолий Михайлович, вот ты предлагаешь отождествлять себя с Богом, но согласно той информации, что дошла до нас, Богам были присущи такие же человеческие качества и пороки, как и обычным людям. Так зачем же нам равняться на них? О, как Ярагор сказал. Так, подожди. Но согласно той информации, что дошла до нас, информация... Богам были присущи такие же человеческие качества. Информация, информация и рознь, в принципе, полностью. Поэтому, я же объяснил, что такое Бог, именно образность и древнеславянской буквицы, то есть по образу, что такое именно Бог, романизация. И то, что дошло в этих самых нам, скажем так, в мифах, в эпосах, в сказах, в сказках, это немножко совсем другое. Почему я тебе объясню? Потому что, ну как сказать, вот представь себя, ты сейчас попал в мускам так, машина времени тебе перенесла 3000 лет назад. И тебе спрашивает там, как ты живешь? Как ты ему объяснишь, что такое компьютер? Что такое интернет? Что такое самолет? Как ты это объяснишь? То же самое и там, то есть, те качества, которые были нам в виде всех эпосов сюда преподнесли непосредственно на это. То есть, там видели в богах человека. То есть, как себя они его называли. И им приписывали те качества, которые они есть. Почему? Потому что тот, кто читал славяна, это самое, Санте и Веда Перуна, кто знает, прочитал, да, и сравнить их сказками со сказами с древнегреческими богами и другими богами, сам понимаешь, как говорят в Одессе, две большие разницы. Поэтому информация разная до нас дошла. Вот и все. Хорошо. Что такое бог? Я же объяснил, что это именно аббревиатура. Что такое бог? Это именно гармония. Вот. А то, что религии исказили это слово, перевернулись ног на голову и протащили зад и наперед, ну, извини, тут на то и дается информация, на то даются веды, на то дается самое откровение, чтобы человек взял информацию свежую от первоисточника и, по крайней мере, хотя бы сравнил или осознал, что там пишется. Вот и все. Хорошо. Давай не будем затягивать. У нас еще пять вопросов. Мы ответим и будем эфир заканчивать. Вопрос в эфир. Прелюбодеяние это как? А так? А вот это как? Вот на что тот ответит? Ну, как? А так? Все, все, понятно, проехали. Лут, как говорится, самый настоящий. Ты побежал по бабам, а она побежала по мужикам. Вот эти любое деяние. Это грех, конечно. Ну, понятно. Это вот я там скользко, анекдот про этого, про снеговика так сказал, да, но придется теперь его полностью сказать. Дети полепили снеговика, но все время у них выходила снежная баба. Пока не подошел возвращение, сказал, что морковку не туда втыкаете. Все, теперь я полностью рассказал. Давай дальше. Геннадий Тверь в эфир. Значит, и все боги грешны, гордыни, мы тоже по их образу созданы. Как тут все запущено. Это, я не знаю, это что, по новой все начинать, что ли? Все, можешь не отвечать, идем дальше. Все, Ярагор, вопрос в эфир. Антон Михайлович, значит, бог-абсалют дает знания избранному, а почему тогда Маслов выкладывает эти тайные знания всему, то есть всем у себя на сайте? Нет логики? Так, вот я не понял. Ну, давай так, попоедем. Если он дает, если он дает избранному, абсолют, если дает избранному, в данном случае Маслов написана фамилия, а потом Маслов выкладывает эти знания доступным в формате всем в интернете, интернет же всем доступен, то в этом Ярагор не видит логики. А кто сказал, что именно он выкладывает именно все знания? Те послания, которые идут лично ему, он их для себя берет, те послания, которые идут через него всем, он это все и выкладывает. Он все подряд не выкладывает. Хорошо. Ответ услышан. Евгения Веде. Я правильно поняла, что гордыня произошла от кровосмешения, и как повредит мой брак с латиноамериканцем с высшей душой? Повредит роду русичей? Не понял. Я правильно, что гордыня произошла от кровосмешания, а как повредит мой брак с латиноамериканцем? То есть с высшей душой повредит моему роду русичей? Ты же замуж вышла и ушла в его род, не в свой. То есть ты сейчас будешь продолжать уже, как говорится, его род? Это у него, как говорится, голова болит? тебя здесь при чем? Понятно. Ну что ж, давайте последний вопрос на сегодняшний момент зададим. Здравствуйте. Вопрос от Руслана. Рамха сотворил все иерархии и реальности, уплотнившись до материи, отделил от себя кусок в скобочках душу и поместил на землю в это время и так являясь всем. Зачем? Ты понял сам? Типа папа, с кем ты сейчас разговаривал, да? Вопрос так сотрыл иерархии уплотнивши до материи владелателя. В самом же начале я сказал полностью, что был, как говорится, задуман эксперимент. И именно создана наша солнечная система, для прохождения этого эксперимента. Вот ответ зачем? Как там в анекдоте? Мелко мыслите, аполитично. А почему именно наша солнечная система для эксперимента? Можно было так развернуться на несколько вселенных, да и нормально. Давай еще один тут вопрос пришел. Ингвар, вопрос в эфир. У меня неплохо развита интуиция и она мне подсказывает, что в этой книге, из которой цитировался Люцифер, правда, сильно запрятана под кривдой. И все вывернуто наизнанку, хотя книгу саму я не читал. Это означает, что я не прав? Ну, сначала пусть книгу прочитает, а потом уже сравнит то представление о том самом Люцифере о правде кривде и кривде сейчас и то представление, которое у него изложится, когда он получит информацию и прочитал книги откровения. Понятно. Все, вопросы мы уже закончили на сегодняшний момент, уже время три часа перешли мы. Помнишь, как это было в советские времена такая поговорка «Политику партии, с политикой партии не знакомлен, но одобряю». Вот, то же самое здесь. Не читал, но хорошо. Ну что ж, давай, наверное, будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. насыщенно такая беседа получилась, разноплановая, разносторонняя, и возбудили мы умы, и дали много информации, и, наверное, дали возможность что-либо для себя такое интересное подчерпнуть. И в заключение предлагаю тебе, как у нас и принято, что-то от себя доброе, вечное, красивое нашим радиослушателям пожелать. Ну что я хочу пожелать? В первую очередь все-таки понять, что мы боги. Что мы должны изжить свою гордыню, именно гармонизируя свое внутреннее пространство. Для того, чтобы это все воплотить в жизнь и как можно легче для себя это сделать, я просто рекомендую все-таки ознакомиться с информацией, которая изложена в откровениях самолюдям нового века. Свет и любовь вам всем и счастья. хорошее пожелание. Ну что ж, тут у меня задают вопрос. Одновременно, типа, Алексей, ты что там одновременно писал на чат? Ну что ж, я читал и писал и слушал и говорил. И вот сейчас тоже самое продолжаю делать. Так вот, давайте в заключение эфира мы, наверное, придем к такому общему знаменателю. Первое. Насколько мне понятно, наши вселенные настолько безграничны в пространстве и во времени и в измерениях, что мерить какой-то одной меркой это себя опускать до очень низкого уровня развития, то есть дуальности. Есть хороший пример, горячо, холодно, тепло, хорошо, светло, темно. Ну, условно, да, понятно. Вот это подход очень нехороший, очень примитивный и далее там, ну, следовать ему нехорошо, неправильно. Мы себя тем самым брекаем на вот эту упрощенную систему мировосприятия и существования в этом мире. В связи с этим хочу сказать, что давайте мыслить более широко. Если приходит откуда-то информация, первое, давайте ее изначально не отвергать. Во-вторых, давайте все-таки ее не воспринимать так, что это истина в последней инстанции. И третье, давайте все-таки делать выводы не с точки зрения дуальности, а с точки зрения альности, целостности, то есть ведического миропонимания, ведического мировоззрения, ощущения этого мира, вот как он есть. Только тогда у нас могут быть какие-то изменения к лучшему, потому что ведающий человек никогда не сделает какую-то гадость, потому что он четко ведает, что за эту гадость ему воздастся гадостью. Ведущий человек всегда вокруг себя сеет добро. Добро не просто так, он дает свиньям бисер, мечет, нет, не в этом смысле. Добро не то, что он подставляет щеку, чтобы там калашматили постоянно или пинали, нет, не в этом смысле. Он изначально идет в этот мир с добром, он изначально хочет познать этот мир, не нарушая гармонии в этом мире, не нарушая его целостности. То есть он живет в ладу с природой и чтит те заветы, о которых мы в каждой передаче говорим. Вот если мы будем следовать этим своим мировоззрениям, пожеланиям, то хотя бы тогда есть надежда о том, что мы что-то сможем здесь изменить, изменить этот мир через себя самих. Вот такое у меня пожелание. Напомню, что сегодня у нас 3 марта, четверг 2016 года по одному из современных календарей, по одному из старинных второй день месяца пробуждения природы, 7524 лет Асмица. Тема живого эфира у нас была «Первобытный грех. Что это такое?» Главный соведущий, который очень активно нам об этом всем рассказывал, Ратник Анатолий Михайлович, и я, Алексей Орлов, ведущий Народно-славянского радио, мы вам желаем всего самого доброго, прощаемся, изменяйте себя к лучшему, делайте мир лучше. Желаем вам всем добра. Народно-славянское радио для пытливых умов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова